Срочно выполню ваш заказ по созданию сайта. Моя специализация – Joomla и WordPress. Здравствуйте! На связи Федор Васильев. Недавно мне попался некий разработчик, который заинтересовал меня с вами веб-инструментами. Это как бесплатные, так и платные темы для WordPress и набор плагинов, чтобы создать специфичный сайт – доску объявлений, сайт услуг и подобные. Я начал изучать, смотреть эти инструменты. Меня это заинтересовало, так как я увидел, что все инструменты переведены на русский язык, что облегчает задачу. И я подумал, что в моей коллекции видеоуроков еще не было таких уроков именно по WordPress. Я изучил эти инструменты, именно бесплатные. То есть у него достаточно интересные, бесплатные, официально бесплатные плагины и темы, с помощью которых можно иметь достаточно серьезный сайт доски объявлений. Думаю, кто хотел создать доску объявлений на WordPress, для вас это видео будет очень интересно. Итак, давайте к просмотру объемного видео на WordPress. Итак, давайте начнем с того, что познакомимся с разработчиком. Это у нас HivePress. Сейчас перед вами открыт сайт разработчиков. Сейчас посмотрим, что они предлагают, что у них есть бесплатно. Еще раз повторюсь, как я и говорил уже в многочисленных своих роликах, все ссылки будут на моем сайте в соответствующей статье, на сайте fedorvasiliev.com. Если вы это видео смотрите с какой-то площадки, типа YouTube, то ссылка на мой сайт будет в описании под видео. Итак, прежде чем мы начнем смотреть, что это за сайт, то есть это разработчики, которые делают интересные темы для WordPress, плагины, с помощью которых можно делать достаточно сложного функционала сайта, типа доски объявлений. Вот чуть ниже, если с главной страницы я прокручу, сразу есть демонстрация их шаблонов. И прямо в описании понятно. Для биржи фриланса, то есть это значит, что есть специфичные плагины, которые позволяют реализовать такой функционал. Торговые площадки услуг. Для арендной торговой площадки. Как видим, что это все платно, но мы будем в рамках этого видео рассматривать бесплатные инструменты. То есть есть и тема бесплатная, интересная, и плагины. Есть и платные, и бесплатные. Будем с вами создавать доску объявлений. Чем примечательен этот плагин и этот разработчик? Естественно, я уже это все разобрал. Все бесплатные плагины, бесплатную тему. Во-первых, все переведено на русский язык. Это очень хорошо, потому что будет практически невозможно разобраться, если вы не знаете английский язык. И мало того разобраться, за что отвечает какой функционал, еще надо хотя бы фронтальную часть для аудитории будет переводить на русский язык. Это надо все будет делать. Но в нашем случае не нужно это делать, все переведено. Во-первых, я отметил легкость. У нас по сути работает все из коробки. Все плагины и шаблоны работают в связке как родные. Именно от этого разработчика. То есть, по сути, работа из коробки, это значит, вы просто как пазлы собираете сайт, и у вас, в принципе, не должно быть никаких проблем, там уже все работает. Вы только решаете, что вы оставите, какой функционал, а какой нет. Легкость этого шаблона и плагинов разработчик явно делал упор на производительность. То есть, сайт достаточно легок, несмотря на его мощный функционал. Сайт тут, естественно, на английском весь языке, но я перешел на этот сайт с браузера Chrome, мне все переводится здесь на русский язык. И давайте сначала познакомимся. Здесь вот магазин, темы. Переходим к темы. Единственная тема, то есть, всего мы видим 4 темы. Единственная тема, листинг хайф она называет, которую мы будем разбирать в рамках этого видео. Мы видим, что пометка бесплатна. Вы можете здесь подробности прочитать или сразу перейти на живую демонстрацию. Сразу, чтобы понимать. То есть, у нас есть возможность, видите, кнопка зеленая, добавлять объявления пользователям нашего сайта. Есть возможность настроить поиск вот такой вот с разными возможными полями. Кастомизировать практически любые страницы через Gutenberg, блочный редактор WordPress. За счет плагинов вы можете вводить рейтинг, отзывы. Есть возможность подключить коммерцию. То есть, чтобы были возможности продвижения платных объявлений. Или возможность делать тарифные планы за счет WooCommerce. WooCommerce это плагин интернет-магазина. То есть, в связке с WooCommerce здесь все интегрировано, сделано, чтобы можно было подвязать WooCommerce. Вот, пожалуйста, отзывы, как это выглядит. Как выглядит автор. Делать автора проверенным, то есть, ставить галочку или нет, можно. Также можно делать проверенное объявление. Естественно, галерея. Можно делать красивое. Все это делается. Добавить в избранное, но это все понятно, все это есть. Можно сделать, чтобы написать человеку. Подкрепить Google локации или другой сервис. Вот здесь вот написано Mapbox. В рамках этого видео будем подключать именно Mapbox. Я объясню, почему его. Я выбираю, когда мы до этого дойдем, позже объясню. Всплывающие окна. То есть, допустим, если я нажму войти, вот такие симпатичные окна при авторизации, при регистрации, то есть, уже стилизованные. Настроек именно темы не так уж и много, но самое важное там есть. То есть, личный кабинет автоматически здесь есть, где человек может продвигать объявление, просматривать свои объявления. Также есть возможность, вот если мы на автора нажмем, выводить автора и Витя отправить сообщение ему. Можно сразу объявление этого автора выводится. Можно отправить сообщение, выглядит вот так. Но если я буду авторизован, будет окно для того, чтобы я мог написать ему. Также список авторов можно выводить. Здесь, на самом деле, все можно посмотреть. Поиск, соответственно, интегрирован. Вот этот сервис локации можно искать. Видите, вот эта подстановка, когда я вбиваю, то есть, я хочу найти по месту положение какое-то объявление, то за счет интеграции с специальным сервисом подставляется вот это все, это уже не WordPress. Вон, видите, написано внизу, работает на Mapbox. Это сервис типа аналога Google Card. Этот поиск может включать в себя не только ключевые слова, а поиск по категориям. То есть, можно сделать достаточно мощный поиск. Потом, если я пройду в категорию, есть возможность отображения сбоку вот таких фильтраций. За счет атрибуции, атрибуции, соответственно, плагине соответствующим мы будем разбирать. Любые критерии можно выбирать. Причем, вот эти критерии могут быть разные для разных категорий объявлений. То есть, категория может быть продажа недвижимости, а может быть, допустим, реализация каких-то услуг. Например, клининг, уборка помещений и так далее, ремонт компьютеров и так далее. То есть, в зависимости от категории, вот эти моменты будут меняться, могут меняться. То есть, вы это можете настроить. Вот это, соответственно, выводится интерактивная карта от Mapbox. От специального плагина тоже будем смотреть. Соответствующими плагинами под объявлениями, видите, можно вводить такие иконки. Это сразу написать человеку, точнее, ответить на этот листинг. Фавориты добавить, то есть, в избранное. Вот, допустим, услуги. Как выглядят услуги. Совсем другие здесь критерии. Вы видите критерии поиска услуг. Соответственно, есть возможность установить демо-контент. Демо-данные. Это все бесплатно. То есть, вот как сайт выглядит, вы можете на своем сайте это все выгрузить, чтобы все так же выглядело. А потом просто посмотреть внутри, как это устроено, чтобы быстрее настроить свой сайт. Дальше продажа. Вот видно, что фильтры здесь другие. Настройка, соответственно, шапки. Интересным образом видите, что поисковая строка залазит половиной на картинку, а половиной на нижнюю часть сайта. И, соответственно, параллакс небольшой эффект. При прокрутке, то есть, задняя картинка движется медленнее, чем сам сайт. Это параллакс эффект. Это все в шаблоне. В этом есть. То есть, шаблон называется Listing Hive. Разработчик Hive Press. Так, давайте теперь посмотрим, какие расширения здесь есть. То есть, самое естественное, интересное расширение мы видим. Это стоит денег. Здесь, если какие-то расширения заинтересовали, здесь есть... Ну, то есть, можно просто перейти, например, в членство и посмотреть и видео англоязычное от разработчиков. И что плагин себя представляет. Но мы будем в рамках этого видео разбирать только бесплатные варианты. Давайте посмотрим, какие бесплатные здесь варианты и что будет в этом видео. Смотрите, платные объявления. То есть, вот этот будем плагин разбирать. Мы видим, он бесплатный. Он интегрируется с WooCommerce. Мы будем устанавливать интернет-магазин WooCommerce и посмотрим, как он взаимодействует с этим плагином и с нашей доской объявлений. Дальше, бесплатные списки претензий будем смотреть, да, чтобы можно было написать жалобу на объявление, допустим. Добавить в избранную возможность сердечко. Вы это видели, только что мы смотрели это отдельным плагином, сделан бесплатный тоже плагин в связке с нашей мозаикой будет работать. Дальше, сообщение. Отправлять сообщение, то есть вести прям переписку с продавцом, прямо как на реальной доске объявлений. Вот эта геолокация бесплатная, это и есть возможность подключения либо Google локаций, либо Mapbox стороннего сервиса типа Google. И отзывы бесплатные тоже будем разбирать, которые позволяют писать элементарные отзывы под каждым объявлением. То есть достаточно неплохой набор, я вам хочу сказать, в бесплатном сегменте. То есть все самое основное у нас бесплатное. То есть это шаблон, это вот эти все плагины и сам еще HivePress сторонний плагин, вот этот их, за счет которого доску объявлений мы можем использовать. Итак, у меня уже готов чистая установка демо сайта WordPress на хостинге. Давайте сейчас перейдем туда и начнем уже все это разбирать. Итак, переходим в админку моего тестового сайта. Сразу мы переходим в внешний вид темы. Так как сама тема бесплатная, нажимаем здесь добавить, мы можем найти ее в репозитории. То есть не обязательно скачивать ее с сайта разработчика. В поле поиска темы я обвиваю листинг Hive и находим вот она здесь в репозитории. Это бесплатная тема, которую мы только что смотрели. Нажимаем установить и нажимаем активировать. После активации обращаем внимание вот на это сообщение. Дело в том, что это шаблон сам по себе, он не доска объявлений. Нам нужен специальный плагин, нам об этом разработчика говорит. Нужен HivePress плагин. И вот здесь вот ссылка «Инсталлинг». Нажимаем на нее, устанавливаем плагин. Вот он, HivePress. Видим «Инсталл». Нажимаем на «Инсталл». То есть это и есть сама доска объявлений. Она реализована именно бесплатным плагином, не темой нашим с вами. Тема – это оболочка, внешний вид, которая поддерживает отображение доски объявлений за счет этого плагина. Итак, у меня здесь все установлено. Переводы, мы видим, русский тоже установился. Ниже у нас есть ссылка по-английски написана «Вернитесь к установке необходимых плагинов». Нажимаем на эту ссылку. Видим HivePress и «Activated». Нажимаем на ссылку «Активировать». Здесь по-английски нам написано, что наш плагин успешно активировался. На консоль нажимаем. И видим вот здесь вот своя позиция. У нее есть, видите, HivePress. Мы позже будем разбирать все его настройки. Для начала, чтобы понять, как работает, нам нужна наполненность. Поэтому в ближайшие следующие, не знаю, 10-20 минут мы, естественно, будем знакомиться и наполнять. То есть наполнять атрибутами, категориями, объявлениями, тестовыми объявлениями. А только потом уже будем смотреть, как это работает с фронтальной части сайта, как это взаимодействует с пользователями, которые захотят у вас добавлять объявления, там, как происходит регистрация. Все это будем смотреть. Здесь по-английски появляется новая ссылка, говорящая нам о том, что если хотите, нам предлагают установить демо-контент, чтобы сайт был сразу наполненный с английским демо-контентом, и чтобы нам было проще разобраться. Я обязательно покажу позже, как это все работает, но показывать я буду с нуля, как все собирается, чтобы вы видели каждый шаг. То есть как сайт выглядит изначально, когда он пустой, и как он выглядит, когда мы наполняем его плагинами и так далее. Поэтому эту ссылку мы не закрываем, даже если она у вас закроется, или вы ее уже закрыли, не страшно. Я позже обязательно покажу, как это все установить. Можем нажать на Hive Press, просто вы убедитесь, что здесь видите все на русском языке. И вкладок тут настройок-то и не так и много. Эти настройки и вкладки будут увеличиваться по мере установки дополнительных плагинов. И вы видите, самое главное, нам нужно назначать страницы. Это страница объявлений, какая будет. Мы будем решать это сейчас дальше продавцы. Также есть видите страница для продавцов. У нас еще ничего не создано, это чистая установка. Поэтому мы сейчас страницу условия регистрации будем делать страницы. Интеграция. Мы сюда еще вернемся, коснемся всего этого. Вот так выглядел сайт у меня в самом начале. Обновляюсь. Вот так он уже выглядит. То есть что у нас есть? Все стандартно, симпатичный чистый дизайн. Здесь пример страницы, меню у нас не создано. Сразу мы видим кабинет, я авторизован. Видите, при наведении появляется меню. Оно автоматически здесь, это все уже создается. Автоматически создается кнопка добавить объявление. Если я на нее нажму, пока просто выглядит у нас. То есть добавить изображение. То есть это уже все функционал, что я могу добавить. Любой человек может добавить объявление на этот сайт. Заголовок объявления, описание и отправить объявление. Здесь, если я нажму на свой логин, я могу просто увидеть настройки. Внести имя, фамилия, описание про себя, дополнить. Я сейчас это, кстати, сделаю фотографию, добавлю. Настройки это все то же самое. И выйти, выйти с сайта. Вот я разлогинился. Видите, кнопка меняется на слово войти. Если я нажму войти, симпатичное всплывающее окно, где я ввожу логин и пароль как администратор, авторизуюсь на своем сайте. И у нас есть ссылки зарегистрироваться сразу и забыли пароль для восстановления пароля. Я авторизуюсь. Вот так вот это все происходит. Вот мы видим, я уже зашел. И давайте я заполню данные. Вот здесь вот имя, фамилия, описание о себе, чтобы мы видели уже наполненность сайта, так скажем. И у нас даже есть ссылка «Удалить аккаунт». Человек может удалить свой аккаунт отсюда. Итак, я заполнил имя, фамилия, описание профиля. Давайте посмотрим, как выглядит изображение с компьютера, как человек может загрузить. Нахожу одну из своих фотографий. Фотография профиля вот так вот она загружается. По крестику можно удалить. Можно даже ее отсюда скачать. И сохранить изменения. То есть мы с вами еще ничего не сделали. Только установили тему и плагин HivePress. И у нас уже часть функционала уже готова. Выведено в меню. Кнопка «Добавить». Это все уже готово. То, что я говорил, из коробки. Я это не настраивал. Это все уже здесь есть. Если вы спросите про мобильную адаптивность, то есть как это будет работать на мобильных устройствах, на смартфонах. Еще пока рано, конечно, смотреть. Потому что у нас еще ничего не сделано. Но мы можем сделать предпросмотр имитации мобильного устройства. Я уже просто мне хочется это показать. Что вот эта часть, шапка, уже... То есть не то, что эта часть, а вообще весь сайт, он автоматически мобильно адаптивным. Отдельно настраивать это не нужно. Вы видите, кнопка сама меняется. Чтобы у нас в шапку все уместилось на плюсик. То есть этот плюсик, это и есть добавить объявление. Эта кнопка. Гамбургер меню. Это раскрывающийся список меню, мобильного меню. Естественно, пока здесь ничего нет, потому что мы еще ничего не создали. Вот разворачивается список профиля настроек. По крестику меню сворачивается. Об этом можно не беспокоиться. Там я уже это все проверял. Естественно, мобильный дизайн, он автоматически здесь присутствует. Что следующее? Выводим сейчас, создаем меню. Во-первых, WordPress. Делаем главную страницу. Делаем страницу пользователей. Можно сделать страницу блога. Три меню. И подвязываем эти менюшки сюда. Внешний вид. Переходим меню. Если вы делали чистую установку, то у вас еще меню ни одно не создано. Поэтому я называю как-то меню. Создать меню. Страницы все перехожу. Вот главная уже есть. Добавляю ее сюда. Автоматически добавляю. Сохранить. Иду в страницы и добавляю новые страницы. Политика конфиденциальности. У нас это в черновике. Нам это пригодится, потому что это можно выводить. И при регистрации. Поэтому я зайду в свойства. И опубликую вместо черновика страницу политика конфиденциальности. Естественно, там текст. Если вы уже WordPress устанавливаете, вы знаете, что текст политики. Он здесь уже задан. Вы его корректируете, меняете на свой текст политики. Я нажимаю здесь добавить страницу. Страница пользователей. Просто пишу заголовок и нажимаю опубликовать. Создаю эту страницу. Дальше нажимаем сюда добавить страницу следующую. Пускай будет блог. Создали страницу блога. Нажимаем на иконку WordPress. Выходим в консоль. Обратим внимание, что у меня главная-то не создана страница. Поэтому еще создаем главную страницу. Называю ее главная. Сохраняюсь. Выхожу в консоль. Теперь идем на настройки WordPress. И сразу чтение. Ставим точку здесь. Выбираем главную страницу главной. Страница записи. Блог. Сохранить изменения. Если обновим нашу страницу, фронтальную часть, мы меню-то уже видим. Но здесь нам не нужно что-то выводить. Поэтому мы возвращаемся в внешний вид меню. Из меню мы убираем политику. Здесь нам это не нужно. Главное. Пользователи. Блог. И обращаем внимание. Смотрите. Главное-то у нас тут есть произвольная ссылка. И главная-главная страница. Вот эту произвольную ссылку я убираю. А главную зажимаю левую кнопку мыши, перетаскиваю вот так. Сохранить. То есть и порядок сделали. Теперь обновим страницу. Но если мы обновим фронтальную часть, мы видим, что у нас порядка все равно в меню нет. У нас выскакивает и политика, и порядок не тот, который мы задавали. Мы с вами возвращаемся в внешний вид настроить. Переходим в настройки темы. Их немного. Позже их сами разберем. Сейчас нам надо с меню разобраться. Меню нажимаем. Здесь есть некоторые опции. Возможно, мы будем некоторые использовать. Пока не оставляем как есть. Нажимаем на меню. И видим вот здесь внизу, видите, область меню. Хедер. Это верхняя часть сайта. Вот это наша шапка. Футер. Это подвал. Где мы тоже видим дублирующее меню. Сюда мы тоже можем вводить меню. И мы ставим птичку напротив хедер. И уже видим сразу, подставляется. Мы назначили только что то меню, в каком виде мы хотим видеть в шапке. Опубликовать. Если фронтальную часть сайта обновим, порядок видим. Есть главная страница, пользователи, блог и аккаунт пользователя. Все. Здесь закончили. По крестику вот здесь нажимаем. Давайте в HivePress зайдем. И сразу объявление. Страница объявлений. Я хочу, чтобы была главная страница. Назначаю здесь. Внизу кнопка сохранить изменения. Дальше. Продавцы. Страница продавца. Выбираем пользователь. Но на самом деле это я хотел, чтобы были продавцы. Назвал ее пользователи. То есть мы будем знать, что это продавцы. Переходим. Пользователи. Здесь страница условий регистрации. То есть это типа политики, конфиденциальности или еще что-то. У нас же уже есть с вами эта страница. Мы ее обязательно назначаем здесь, чтобы она у нас подставлялась. Как только это сделаем, если человек начнет регистрироваться, адрес, пароль. Вот здесь появляется, видите, чекбокс с условиями. Это очень важное законодательство, чтобы на сайте это было. И ссылка автоматически подвязывается на нашу политику конфиденциальности, которую мы с вами одобрили. Ну, то есть она у нас была в черновике, вот она выводится здесь. Итак, если пройдем на главную страницу, автоматически выводится уже поиск по каталогу, фильтр-кнопка. И пока, естественно, у нас ничего не найдено. В пользователях, то есть в продавцах, это именно продавцы, ничего нет. То, что я зарегистрированный, это просто пользователь, я еще не продавец. Как только я добавлю хотя бы одно объявление, то я появлюсь в пользователях. Мы сейчас это с вами посмотрим. Блог, соответственно, это просто страница блога. Если вы хотите, чтобы еще выводить какие-то статьи, это просто как пример. Не обязательно блог вообще делать. То есть смотрите, здесь у нас же есть пользователи, вот здесь, по WordPress, именно в WordPress. Это то, что кто будет регистрироваться, они будут здесь находиться. А еще у нас с вами есть, вот здесь видите, продавцы. Пока здесь никого нет. Продавцы это те, кто добавляют объявления. Здесь это так называется, продавцы. Потому что они продают через свои объявления, как правило. И вот я сейчас, как администратор, я могу добавить объявления, чтобы просто вам показать. Самое простое. Нажимаем добавить. Пока только три поля. Нет ни категорий, да. Кому относятся это объявлений. Ничего нет. Три поля только. Изображение, заголовок и описание. То есть это именно для добавления объявления. И давайте тестовое объявление я уже добавлю. Итак, добавить изображение. Перехожу в свои картиночки. Допустим, добавляю картинку. Заполнили все поля. Нажимаем отправить. Видим вот такую страницу. Объявление отправлено. Спасибо, ваше объявление. Panda. Отправлено и будет рассмотрено как можно скорее. То есть по умолчанию изначально. Человек не может просто так добавить объявление. Это объявление попадает на модерацию. Вам, администратору. Если мы сейчас посмотрим, обновим консоль WordPress, напротив объявления будет светиться у вас всегда уведомление, что есть какое-то объявление. Нажимаем объявление. Видим наше первое объявление со статусом. Видите, вот здесь написано на утверждение. То есть бесплатное объявление пока что. Также на email администратора сайта. Вот тут же приходит у меня уведомление. Все тоже по-русски. Объявление отправлено. Добавлено новое объявление Panda. Кликните на эту ссылку. Кликнем, посмотрим. То есть я попадаю на фронтальную часть сайта. Именно вот вижу картинку, заголовок и текст объявления. То есть если вы в админку, скажем, не часто заходите, то на почту уведомление будет приходить. Дальше, если я сейчас просто нажму свойства. Видите, написано статус на утверждении. Я могу просто опубликовать, обновить. И статус, видите, сменяется. Здесь исчезает текст. И оно уже опубликовано. Вот статус, мы это видим. Если мы сейчас вернуться в мой аккаунт, нажму. Появляется первое объявление. То есть я сейчас как и администратор являюсь, и как продавец. Вы поняли, да? Дата, когда это объявление добавлено. То есть это в личном кабинете каждый человек сможет видеть свое объявление. То есть вот они настройки. То, что мы с вами заполнили. Кнопка выйти и объявление. И здесь тоже при наведении мыши на профиль появляется новая вкладка. Автоматически добавляется объявление. Ее здесь не было. Она добавляется, как только мы первый раз с вами добавили объявление. Есть ссылка на редактирование. То есть человек сам сможет внести какие-то изменения. То есть вот они, детали. Редактировать. Изменить картинку. Есть спрятать. Удалить объявление. То есть это все сможет именно ваш человек, ваш подписчик. Тот, кто добавляет к вам на сайт свои объявления. Он все это может делать. Кнопочка, вот здесь глазик. Это просмотреть объявление. То есть просто как оно есть. Смотрите, мы стали видеть с вами профиль. Ссылка «Пожаловаться на объявление». Вот так это выглядит во всплывающем окне. Позже рассмотрим эти жалобы. То есть я могу кликнуть прямо на фотографию. Вижу информацию. Фото, имя, участник, с какой датой. Мое описание, то, что я добавлял. И свое первое объявление. Здесь будет список объявлений. Всех моих объявлений. Именно у этого пользователя. Если я нажму сюда «Пользователи», это вот как раз та и есть страница. Список всех людей, которые добавляют объявления на этот сайт. Здесь есть и поиск по пользователям, и фильтр. Потому что здесь тоже мы можем настроить и категории. Каким категориям пользователи добавляли объявлений. То есть тут можно и человека искать, не только объявления. И давайте посмотрим, как выглядит жалоба. Нажмем. Просто напишу там «Текст демо». Пожаловаться на объявление. То есть как это выглядит. Жалоба на объявление отправлена. В админке никаких сигнализаций я не вижу. Но на почту мне, администратору, я вижу письма автоматически с моего сайта. Во-первых, объявление одобрено. Вот так выглядит. Привет, Федор. Ваше объявление, панда, одобрено. То есть также будет приходить уведомление, я полагаю, вашему человеку, вашего сайта, пользователю вашего сайта, кто разместил у вас объявление. Так как я сейчас являюсь и администратором сайта, и тем, кто добавляет объявление. Здесь получена жалоба. Вот я вижу. Получена жалоба на объявление панда. Название объявления со следующими деталями текста. Текст демо. Вот здесь будет текст жалобы на объявление. И ссылка. Ссылка пока выглядит некрасиво, потому что не настроена ЧПУ. Человекопонятный URL. Это я здесь не делал. Вы это всегда можете посмотреть в моем базовом курсе по WordPress. Как настроить правильно ЧПУ. Итак, если я перейду на ссылку, то я попадаю на объявление, на которое была проведена жалоба. То есть я могу оценить, что здесь было нарушено, и принять меры. Снять с публикации, удалить от объявления и так далее. Далее давайте посмотрим, как делать объявление проверенным. То есть какие здесь есть возможности. Самые первые. Переходим в объявление. Заходим прямо в само объявление. Что мы видим? Категории пока мы не создавали для объявлений. Ниже настройки. То есть кто продавец. Можем назначить кого-то еще вместо себя. То есть вот смотрите, есть проверено. Отметьте это объявление как проверено. И рекламировать это объявление. То есть вот это вообще платная опция. По большому счету. Потом мы можем настроить так, чтобы человек платил за это. И объявление будет выделяться. И есть еще для истечения срока размещения. И здесь есть вопросик. Выберите дату, в которой сейчас срок размещения объявления. И кликаю в поле. Появляется календарь. На момент записи видео сейчас май. 23 года. 22 число. Допустим, пускай вот завтра оно будет снято. Ну это чисто для проверки. Проверено. Давайте посмотрим, как это выглядит. Обновить. Обновимся. Здесь напротив каждого объявления. Теперь будет подставляться галочка, что объявление проверено. Вот так вот. Это очень круто. Если посмотрим вот на список. Здесь тоже, видите, помечается галочкой. Но мы можем даже делать проверенных пользователей. То есть если я перейду, именно кто добавляет объявление. Видите, вот я здесь. Допустим, это продавец. Во-первых, как только человек зарегистрируется, он будет находиться просто в пользователях. Если он добавит объявление, он автоматически будет находиться в продавцах. Вот он, видите, я. Я добавил одно объявление, и я уже тут же здесь. Теперь я могу зайти к себе здесь в админке. Увидеть описание, имя, фотографию, которую человек загрузил. И смотрите, проверен. Отметьте этого продавца как проверенный. То есть вы вручную можете вот так одобрять пользователей, те, которые проверены. Скажем, если я обновлюсь, появляется галочка еще и здесь, над каждым пользователем. Я думаю, что за это даже тоже можно либо какую-то взимать плату, либо какие-то условия здесь организовать, чтобы был проверен. Причем при наведении на галочку всплывает маленькое окошечко, где написано проверен. То есть вот так вот это здесь работает. Обратите внимание, как я уже и говорил, здесь можно добавить нового пользователя именно из админки. Здесь категории. Можно добавить категории именно для пользователей и даже атрибуты. Это мы будем все рассматривать позже. Теперь давайте посмотрим на это объявление. Как выглядит рекламируется. Что это значит? Если я ставлю здесь галочку, то появляется новое поле для истечения срока рекламирования. То есть это вручную я задаю рекламируется и дата истечения. Когда перестанете рекламироваться. Давайте обновимся и посмотрим на существующее единственное объявление. Оно помечается желтой рамочкой и появляется вот такая некая звезда. Это платное объявление по сути. То есть мы как администратор вручную это настраиваем из админки. Но в дальнейшем в этом видео мы настроим и увидим плагин, который работает с WooCommerce, интернет-магазином. И человек сможет оплачивать вам платные свои объявления. Теперь давайте посмотрим процесс регистрации. Вот пришел человек на ваш сайт, как вообще все происходит. То есть он нажимает войти, нажимает зарегистрироваться, указывает свой e-mail, придумает свой пароль, ставит птичку, что он согласен с правилами и нажимает зарегистрироваться. Так, пароль должен быть 8 символов. Зарегистрироваться. Человек зарегистрировался. У нас логин, часть его e-mail. Это в настройках указано. Вот мы видим, что человек зашел, уже залогинился. Человек может так же, как мы с вами делали, имя, фамилия, описание указать, добавить фотографию. Что происходит на сайте в админке? Перейдем в пользователи. То есть новые пользователи попадают сюда. Именно пользователи. Вот его логин, вот его e-mail и роль у него подписчик автоматически получается. В продавцах, естественно, нет этого человека. Вы поняли уже. Здесь человек появляется, как только он добавит объявление. Нам, как администратору, автоматически сайт отправляет на почту. Вот вы видите регистрация нового пользователя. На вашем сайте, я указал название сайта школы Федора Васильева, зарегистрировался новый пользователь. С именем таким-то и с e-mail таким-то. То есть уведомления тоже приходят. Также добавляю фотографию этому пользователю, имя, фамилия, описание. И сохранить изменения. Думаю, пришло время посмотреть, как работать с демо-контентом. Как его установить. На этот сайт не буду устанавливать демо. Здесь все будем делать по шагам, чтобы все этапы были понятны. Сейчас на другом тестовом сайте я покажу процесс установки демо-данных для тех, кто хочет быстро стартануть, используя демо-контент. Итак, демо-контент нужно сначала скачать на компьютер. Вот с этого адреса эту ссылку я приложу в соответствующей статье на своем сайте. Здесь вот файлы. Нажимаем и скачиваем архив на компьютер. Далее идем в админку с сайта. Плагины добавить новый. Нам нужен специальный бесплатный плагин, который поможет нам установить этот самый демо-контент. После установки демо-контента этот плагин удалим, так как он не будет больше нужен. В поле поиска плагинов я пишу one-click-demo-import. Находим вот этот плагин. Ссылка на этот сайт этого разработчика, этого плагина, будет также в статье на моем сайте. Устанавливаем данный плагин. Далее нажимаем активировать. После активации плагина переходим в внешний вид. Здесь появляется импортировать демо-данные. Нажимаем на эту ссылочку. Попадаем сюда. Здесь напишут, что для этой темы не предоставляется файлов импорта. Ниже видим вот такие вот боксы. Нам нужно импортировать три файла. Это контент, это виджеты, это файл дат. Там, куда вы скачали на компьютер архив с демо-данными. Архив распаковать. Будет у вас такая папка. Открываем. Здесь будет три файла. Контент, XML, Customizer, DAT и Widgets. То есть три файла. Поэтому мы здесь открываем, находим эти файлы. На компьютере подгружаем. Нахожу на компьютере контент файл. Открыть. Дальше. Здесь нажимаем импорт виджеты. Открываем. Вот он так и называется файл Widgets. Видим вот это точка. WIE. Открываем. И выбрать файл. Здесь мы выбираем Customizer. И нажимаем вот на эту кнопку продолжить импортировать. Идут вот такие вот колесики. Нам тут говорят, что не закрывайте, не обновляйте эту страницу. Нам нужно дождаться, когда здесь будет зеленая галочка и нам скажут, что у нас все импортировано. На локальном хостинге достаточно долго у меня это время занимало. Нужно дождаться вот такого вот уведомления. Импорт завершен. Галочка. И у нас с вами все готово. То есть если вы пройдете и обновите фронтальную часть сайта, вы увидите наполненность сайта. То есть это категории объявлений на английском языке. Это сами объявления на английском языке. Это загрузка вот сзади изображения. Вот сейчас вы видите демо-контент. То есть вот англоязычные тут объявления. Внизу подвал оформлен. По категориям, допустим, вот тут есть недвижимость. Вот, допустим, англоязычные объявления. Тут со всеми уже данными, со всеми плагинами. Ну, плагины тут я на этот сайт устанавливал отдельно. Но все равно демо-контент, вот эти фильтры, все это уже задано. Вы все можете потом посмотреть в админке. Вот они все здесь объявления. Категории. Для тех, кто хочет двигаться по демо-контенту. Все здесь в принципе. Не забудьте перейти потом в плагины. Найти one-click-demo-import. И он тут больше вам не нужен. Здесь складировать плагины не нужно, чтобы не нагружать сайт. Он свою миссию выполнил, данный плагин. Теперь его необходимо отсюда деактивировать. После деактивации обязательно удаляем данный плагин. А мы с вами возвращаемся к нашему сайту, где демо-контент, я сказал, я не буду использовать. И давайте теперь наполняем. Первое, что рекомендуется сделать, это в объявлениях пройти в категории. То есть, естественно, обязательно нужны категории, чтобы объявления были разбиты под категории. Потому что под каждую категорию мы свои назначим потом атрибуты. И для теста давайте первая категория будет у меня недвижимость. Можно добавить описание. Я добавлю тест описания. Изображение для категории давайте тоже добавим. Выбрать. В медиа-менеджер загружаем. Какие-нибудь картинки с интернетом можно сюда пока подгрузить временно. Выбираю с компьютера изображение. Так, у меня тут три картиночки. Для разных категорий. Так, первое у нас услуги. Добавить категорию. Категория добавлена. Давайте добавим еще парочку. Следующая категория продается. Какое-нибудь изображение. Добавить. И третья категория услуги. Добавить категорию. Как только мы добавили категории, у нас на сайте, на главной странице уже здесь появляются все категории. Категории здесь у нас выводится. Также, то есть вот так вот просто переключая категории у нас будут фильтроваться. Надо нажать фильтровать, чтобы показывалась эта категория. Также категорию можно перенести в поле. Разделить вот это большое поле поиска, чтобы категории выпадали здесь. Также при добавлении объявлений у нас появляется здесь, видите, категория. Вот она. Выбирай, чтобы мы могли категории. То есть куда объявление, в какую категорию мы назначаем. Теперь пришла пора познакомиться с атрибутами. То есть это некие параметры, которые мы можем подвязать уникальные атрибуты к каждой своей категории. Давайте смотреть. Добавить новый. Первый заголовок я пишу квадратный метр. Здесь мы сбоку видим, каким категориям это можно назначить. Это будет поле. Атрибут добавлен только к недвижимости. При желании может быть ко всем категориям, если нужно. Но в данный момент недвижимость. Сейчас просто бегло пробегаемся, наполняем атрибуциями и в процессе будем более детально разбирать, что это за атрибуты такие. И пошли смотреть настройки. Первое. Редактирование. Редактирование разрешить пользователям. Редактирование. Ставим галку, чтобы да, пользователь мог редактировать. Модерация. Вручную одобрать изменения. Либо на ваше усмотрение, чтобы модерация не проходила. Название поля. Здесь вот надо написать английскими буквами. Допустим, вот такое вот название. Можете просто по-английски написать вот это слово и сюда вставить. Следующее. Тип поля – одно из самых важных моментов. Разные здесь могут быть значения. В данном случае мы здесь выбираем число. И в зависимости от того, что здесь вы выберете, поля ниже могут меняться. В зависимости, какое поле мы используем. Я нахожу здесь число. Как только я это делаю, поля меняются. Добавляются обязательно. Сделать это поле обязательным для заполнения. То есть человек не может пропустить, не заполнив это поле. Давайте сделаем эту галочку. Так, у меня что-то ругается, не дает. Давайте тире уберу. Сохраню. Название поля, обратите внимание, больше здесь у нас поменять нельзя. После сохранения. Дальше поля можно оставить опционально. Минимальное значение здесь можно поставить 0. Следующий у нас идет блок работы на поиски данного атрибута. Опять же, чтобы понимать, как и где это отображается, мы в процессе будем смотреть. Сейчас я делаю фильтрацию, показывать в форме фильтры. Индексацию, галочку не ставлю. Сортировка поставим, отображать как опцию сортировки. Тип поля, диапазон чисел. Появляются новые поля. Следующая зона отображения. Здесь у нас есть 4 варианта. Блок главный, блок второстепенный. Страница главная, страница второстепенная. Вот здесь я чуть позже покажу места отображения этого значения, атрибута. Пока что мы выбираем блок второстепенная и страница второстепенная. Можно сопроводить значения иконками. Здесь есть поиск иконок. Из выпадающего списка позже посмотрим. Здесь можно иконку не назначать. Дальше вот этот формат. Наводите мышку на эти вопросики. Здесь по-русски написано. То есть это заменяющие поля, динамические поля. В зависимости от того, что мы выберем. Можно даже отсюда из подсказки копировать. Вот допустим, если мы иконку выбрали выше полем, то можно подставить, скопировать прямо отсюда вот это значение, чтобы иконка подставлялась на сайте. Это было видно. Опять же, как это будет видно, мы позже посмотрим. Для этого атрибута я использовал эти значения. То есть я подставил label, двоеточие, это значение, потом value и квадратный метр. Здесь можно еще и текст написать. Квадратный метр для этого поля. Где как отображаться будет, также посмотрим. Еще раз нажму обновить. Добавляем следующее поле. Дальше будет у нас такой тип. Название тип. В недвижимость категории принадлежит. Давайте тип поля сразу выберем, в данном случае список. Сразу поля меняются. Разрешить пользователям редактировать, ставим галочку. Сделать это поле обязательным. Название поля по-английски. Следующее смотрим. На поиски. Здесь у нас список. Показывать в форме фильтра в галочку ставлю. Дальше движемся. Зона, блок второстепенная и страница второстепенная. Иконку я не ставлю. Здесь ставлю label и value. Это вариация отображения. Где отображать? Сохранить. Но это еще не все. Мы выбрали список. А список это не спадающий список. Как только мы сохранили, появляется вот здесь вот редактировать опции. Нажимаем сюда. Нас перебрасывает на некую страницу, где мы добавляем то, что будет внести. Неспадающим списком данного атрибута. Первое будет у нас дом. Добавить опцию. Дальше квартира. Добавить опцию. И я еще добавил комната. Можно вернуться, нажав на атрибуты. Вот у нас этот тип. Всегда можем нажать и редактировать опции. Вернуться, добавлять, менять ниспадающий список. Добавляем следующий атрибут, относящийся к недвижимости. Это будет арендовать. Категория недвижимость. Тип поля. Здесь тоже я буду использовать число. Название поля. Разрешить. Сделать это поле обязательным. Минимальное. Значение 0. Остальное все оставляю. Тип поля. Диапазон чисел. Здесь выставляю две галочки. Здесь я выставляю блок главное. И страница главное. И нажимаем обновить. Добавляем следующий атрибут. Будет гарантия. Называться это уже относится к услугам. К категории услуги. Здесь выбираем также список. Ставлю название. Разрешить. И сделать это поле обязательным. Дальше. На поиске. Список. Показать в форме фильтров. Далее. Здесь блок второстепенная. И страница второстепенная. А здесь два параметра. Отображение. Сохранить. Точнее опубликовать. После этого появляется у нас кнопка редактировать опцию. Нажимаем на нее. То есть вы уже это делали. Поэтому сейчас я тут быстренько заполню без вас. Здесь я использую машинного перевода. Поэтому не обращайте внимания, что слова тут возможно неправильно склоняются и так далее. Это у нас гарантия. То есть полная гарантия и ограниченная гарантия. Возвращаемся к атрибутам. Это у нас к услугам добавлено. И к услугам мы еще несколько будем добавлять. Следующий заголовок. Атрибут. Это почасовая ставка. Категории услуги. Тип поля. Список. Точнее тип поля. У нас здесь будет использовано число. Разрешить и сделать. Это поле обязательно. Дальше. Минимальное значение. Ноль. Здесь я выбираю диапазон чисел. Показать в форме фильтрации. И отображать как опция сортировки. Дальше. Зона отображения. Блок. Главное. И страница. Главное. Здесь смотрите, что я использую. Опять же, я тоже подглядывал в демо-контент. Используется у нас с вами форма value. Используется этот доллар. У них я использую знак рубля. Касая черта. Час. То есть, это же у нас услуги по часовой ставке. И там будет сколько рублей в час. Это у нас работа взымается. Какая сумма. Здесь я нажимаю публиковать. Создаем новый атрибут. Доступность. Но, опять же, я переводил с английского. Возможно, перевод немножко неправильный. Но принцип будет понятен. Относится тоже к услугам. Тип поля. Список. Название. И две галочки здесь ставлю. На поиски здесь я выбираю список. Ставлю галочку показывать в форме фильтров. Здесь блок второстепенная. И страница второстепенная. Здесь использую, опять же, два атрибута. Сохранить. Не забываем заполнить и редактировать опции. Это у нас список. Здесь один день. Два дня и три дня. Примерно вот так. Ну, естественно, сейчас демо-значение. Вы уже после, так как потенируетесь, уже будете, так сказать, назначать реальные данные для своего сайта. Реальные атрибуты. Добавляем новый атрибут. Название. Состояние. Продается. Это уже для нашей новой категории. Здесь я выбираю список. Произвольное название поля. Разрешить и сделать это поле обязательным. Дальше на поиске. Здесь список. Показать в форме фильтров. Дальше блок второстепенная и страница второстепенная. Здесь использую значение. Опубликовать. Нажимаем редактировать опции. Первое. То есть состояние до товара новое. И БУ. Вроде пишется вот так. БУ. Добавить. И давайте еще пару добавим атрибутов. Это цена. Тоже это услуги. Тип поля. Это число. Название. Две галочки здесь. На поиске здесь опять же диапазон чисел. Показывать в форме фильтрации. Здесь выбираем блок главная, страница главная. Здесь я выбираю value и икон. Добавляю. Но иконку тогда надо здесь добавить. Здесь есть иконка доллара. Можно найти ее money через английский money. Напишите, чтобы увидеть иконки доллара. Любая иконка, которая вам нравится. Выбираем, чтобы показать вам, как будет с иконкой. Опубликовать. И наконец последний атрибут. Доставка. Тоже к услугам относится. Здесь выбираем список. Название. Две галочки. На поиске здесь тоже список. Ставлю галочку показывать в форме фильтрации. Включить в поиске по ключевым словам. Здесь блок второстепенная и страница второстепенная. И значение как у всех. Опубликовать. Редактировать опции. Ну и тут, не знаю, можно написать. СДЭК. Доставка. Самовывоз. Не знаю, как это можно использовать в дальнейшем. Пока добавим вот так. Надеюсь, вы не утомились. Но это важный момент, чтобы проговорить атрибуции. Хотя мы здесь одни и те же атрибуты добавляли. Но я двигался как в демо. Нам сейчас нужна наполненность. Чтобы мы могли добавлять объявления и видеть все это, как это работает на сайте. Мы добавили категории, мы добавили атрибутов. Сейчас нам нужно по несколько, по три объявления добавить в каждую категорию. То есть у нас три категории, по три в каждую. И уже сейчас будем мы добавлять его именно. Мы можем из админки добавлять для демо, так сказать, да? Или добавлять авторизованный как администратор с сайта. Чтобы уже видеть, как это работает на сайте. Итак, давайте добавим первое объявление с нашими уже категориями, атрибутами из админки. Как это делается? Объявление. Добавить новое. Пишу первое демо объявление. Стильный отремонтированный номер. Выбираю недвижимость. И нажимаю обновить. После только как мы выбрали категорию, у нас появляется атрибуция, которую мы назначали. К недвижимости. Изначально они будут скрыты. Вы не увидите эти атрибуты. Здесь мы можем оставить все как есть. Изображение. Выбираем изображение хотя бы одно для этого объявления. Описание. Демо описания добавлю. Указываем сколько квадратных метров. Дальше тип. Это у нас комната. Арендовать. Поставлю 400. Опять же это демо данные. Данные внесли, сохранились. Пойдем на фронтальную часть сайта. Можно пройти в свои объявления. Увидеть здесь. Вот она новая недвижимость категория. Просмотр. Как и где выглядит. Смотрите квадратный метр. В объявлении тип. Видите. Здесь подставляется. Описание. Картинка. Можно же добавить много изображений. Чтобы была галерея изображений. Итак, я немножко внес справки. Вот здесь у нас рубль. Рубль ставится в конце. В общем, на демо сайте я не знаю, как переводится. 400 это что? В общем, это значение. Тут можете играть как хотите. Вот я вернулся в атрибуты. Вот сюда. То есть это с демо сайта. С демо контента я взял. Доллар-то ставится у них в начале. А у нас рубли ставятся вот здесь. Я не знаю, как тут это, где можно использовать. Просто можно вот так, допустим, поставить. Обновить. Обновим объявление. То у нас вот здесь вот будет выводиться номер. Номер. Отеля. 400. 400 рублей, грубо говоря. Теперь, если мы посмотрим на главную, перейдем. Вот так вот выглядит анонс. Заголовок. Дата добавления. Сразу метры выводятся. Тип выводится. 400. Здесь выводится. Теперь по поводу вот этого вывода моментов, чтобы вы могли решать, за что отвечает. То есть где это выводится. Давайте начнем с квадратного метра. То есть смотрите, здесь выводится. Нажимаем, проваливаемся внутрь. И у нас выводится вот здесь еще. Чтобы вы понимали, как это настраивается. Возвращаемся в атрибуты, где у нас квадратный метр. Смотрим сюда. Смотрите, блок второстепенная, страница второстепенная. Вот сюда мы смотрим с вами. Соответственно, блок имеется в виду, когда выглядит в виде блога. Вот так. Страница. Вот эта страница. Это когда мы проваливаемся внутрь. Вот эта страница. И у нас еще есть разделение, как второстепенная и блок. То есть смотрите, по крестику удаляем блок. Оставляем только страница. Сохранить. Идем на сайт. На главную. Мы убираем с блога. Вы видите, нету больше здесь. Квадратного метра. Чтобы вы могли сами решать, где это будет отображаться. Заходим сюда. Здесь квадратный метр есть. И это для каждого атрибута вы потом сможете настраивать. Уже поняв принцип. Удаляем страницу. Оставляем вообще пустым. Где будет отображаться? Смотрим, здесь было. Обновляемся. Отсюда мы убираем. Вы чтобы понимали. Пускай будет блок второстепенный, в принципе, как и было. Страница второстепенная. А теперь посмотрим, где у нас блок главная. Сохраняемся. Блок главная это нижняя часть. Нижняя часть вот этой вот карточки. Вот он, видите? То есть он и здесь, и здесь. Или вы можете решать, чтобы он только здесь был, а здесь не выводился. Это вот и есть блок. Блок главная. Отсюда я убираю блок главная. И добавляем страницы еще главная. Вот третий вариант. Посмотрим, где это отображается. Обновляю страницу. Здесь у нас снизу исчезает. Заходим, проваливаемся внутрь. Мы добавляем квадратный метр вот в этот бокс. В эту колонку над автором объявления. Где у нас цена. Вот сюда именно добавляем. И здесь тоже есть. Вы решаете сами, где хотите отображать данные. Моменты. То есть страница главная я уберу. Вы поняли, да? И это настраивается каждому атрибуту. Эти поля, места, то есть где должно отображаться, вы для себя решаете, где вам хочется, чтобы это отображалось. Все, отсюда я убрал. Оставил только здесь. Теперь. С главной страницы как увидеть фильтры, которые мы уже привязали. У нас же есть фильтры, привязанные к недвижимости. То есть объявление уже есть. Новое вот это с добавленными фильтрами. Выбираем недвижимость, нажимаем фильтровать. И к этой категории, видите, появляется то, что мы с вами выбрали. Квадратные метры. Минимальное, максимальное. То есть это диапазон чисел. Мы это с вами выбирали. Это у нас на поиске блок. Диапазон чисел. И поэтому он выглядит здесь так. Помните поле тип мы создавали? Мы делали списком. Вот этот список. Дом, квартира. Причем можно выбрать множественный выбор. Арендовать тоже был диапазон чисел. Здесь на самом деле, как это будет выглядеть? Диапазон чисел, выпадающий список. Это на самом деле так, как вы просто считаете, что будет правильно или удобно на вашем сайте. Не важно, как это выглядит. Главное, чтобы это было логично. То есть если это минимальное, максимальное, вот этот диапазон, то так должно выглядеть. Что произойдет с полем диапазона, как только мы добавим категорию, ту же категорию недвижимость, еще одно объявление с другим значением, как здесь. То есть было 401 объявление в этой категории, второе объявление. У нас этот атрибут автоматически приобретает вот такой вид ползунка. Я думаю, что это намного интереснее и проще управлять. То есть выбрал человек значение, то есть метраж, допустим, это метраж комнаты, и фильтровать. И по этому значению что найдет, сайт, какие объявления будут, то покажут. Соответственно, квадратные метры здесь, видите, у нас не поменялось. То есть выглядит неудобно, потому что здесь квадратные метры тоже 130, здесь 130. То есть я добавил уже второе объявление и, допустим, добавим здесь из меню 150. Обновим страницу, и вы увидите, что квадратные метры теперь тоже приобретают такой вид. Давайте посмотрим вариации. Вот у нас есть тип, не спадающий список. Можно выбрать что-то одно. Комната, чтобы отсортировать, там показать только квартиры. А что, если надо возможность выбирать сразу несколько? Давайте идем в атрибуты, идем в типы. Так как это у нас, мы сейчас настраиваем на поиске, то значит настройки нужны, вот видите, поиск. Настройки на поиске. У нас здесь есть множественность. Разрешить. Если выбираем, появляется опция, искать любые из выбранных опций, можем тоже поставить галочку «Сохранить». Идем на сайт, обновляем страницу. Смотрите, тип, дом. Видите? Кликаю в поле «Комната». Хоть все могу выбрать. И нажать «Фильтрация». И по крестику удаляется. Если нужен так, то можем это использовать. Следующее здесь на поиске. Давайте посмотрим. Замещающий текст. Это что-то типа плейсхолдера. Вот я написал «Выберите тип». У нас, видите, будет в поле «Подсказка». То есть она исчезает, как только человек что-то выберет. Выберите тип. Также интересная опция «Поиск». Отображать в поисковой форме. Если выбираем, у нас тип здесь есть. И у нас появляется, видите, вот поисковая форма. Она делится. И появляется тот же самый выбор здесь. Соответственно, если хотите в поиск выводить, то тут, наверное, нет смысла дублировать. Отсюда можно убрать это. То есть получается, я убрал галочку, вот он, фильтрация, и оставил на поиске. Но я верну назад. Теперь давайте разберем редактирование вот этой области. Похожие настройки, так же, как и на поиске. Это когда человек с фронтальной части нажимает «Добавить объявление», выбирает недвижимость, и соответствующее поле, поля, которые мы подвязали к этой категории, тут у нас показываются. Видите, стало полей куда больше, чем в самом начале. Что здесь можно включить? Например, хотите добавить описание. Замещающий текст, это понятное, типа плейсхолдера. Смотрите, множественный выбор. Если выбираем, то здесь можем ограничить, чтобы не все выбирал. И что происходит? Вот появляется множественный выбор. И у нас добавляется описание. Вот здесь описание типа. То есть над каждым полем здесь можно сопроводить описание. То есть вот эта часть, редактирование, блок вот этот, это все относится у нас сюда, к фронту, где человек добавляет объявление. Давайте теперь добавим третье объявление, так как два у меня уже есть, но третье я добавлю с фронта. Тоже в ту же категорию. Недвижимость. Дальше выбираю изображение с компьютера. Выбираю изображение. Заголовок изображения. Так, метраж. Заполняем поля. Тип выбрал квартира. Текст. И, кстати, показать хотел я, как добавить несколько изображений. Пускай будут другие совсем изображения, от других объявлений, неважно. Вот так вот добавляются. Мышкой зажимаю между собой. Перемещаются. Отправить объявление. Объявление отправлено. Вы уже знаете, как это дальше работает. Я перейду в объявление. И утвердим это объявление. Перейду на главное. Зайду в само объявление. Просто показать вам, как это выглядит. Вот это у нас автоматически колонка вот с этой информацией. Смотрите. Когда здесь слева больше информации, она, видите, залипает. Вот эта часть. Это очень привлекает взгляд. Вот она. Она залипает. Сразу у нас похожее объявление появляется. Вот такой здесь блок. Это предыдущие два добавленных объявления. Вот эта галерея. Смотрите, как все работает. Как я и говорил, из коробки. По клику по изображению картинка может быть увеличена. Пока что мы до этих настроек не дошли. То есть человек сможет вот отсюда нажать прямо редактировать свое объявление. Что-то изменить. Добавить фотографий. Это он все сможет сделать. Итак, думаю, нет смысла показывать, как добавлять объявления в другие три категории, которые мы с вами здесь добавили. Я думаю, что вам будет такое задание. Добавьте по три объявления в другие категории продается и услуги. Я это уже сделаю без вас, потому что думаю, что вы уже здесь разберетесь. И сейчас сразу я хочу приступить. Опять же, коснусь буквально немного, потому что я думаю, что там тоже вы уже справитесь сами. Здесь у нас вот есть продавцы. Если хотите, можете создать категории. То есть когда человек регистрируется, ему можно дать разные категории, чтобы он сам выбирал, куда его отнести. И атрибуты, которые он тоже может заполнять. И давайте хотя бы один атрибут создадим для продавца и посмотрим, как это будет выводиться. Допустим, вы хотите какие-то данные собирать от ваших людей, которые размещают у вас объявления. Допустим, хотя бы телефон. Как раз таки здесь и можно это добавить. Выбираем здесь заголовок, пишем телефон. Тип поля находим. Здесь у нас есть, видите, телефон. Выбираем телефон. Решаете, заставлять ли людей обязательно заполнять это поле. Ну, не знаю. Наверное, не стоит это делать обязательным. Остальные поля для вас знакомы. Это описание. Плейсхолдер. Здесь с телефоном все правильно сделано. Можно сразу, если у вас сайт для России, код страны. Ру. Найти. Добавить ру. Или добавить несколько зон. Телефон, чтобы был выбор. Это страны. А еще страны по умолчанию тоже. Чтобы по умолчанию выбор нам было, допустим, ру. Здесь видим категории. Я ни одной не создал. Допустим, категории. Ну, не хотите использовать, чтобы это было для всех. Поле телефон. Далее вы решаете, потому что там у нас тоже есть поиск. Вот на поиске. Искать ли по номеру телефона. Не знаю, будет ли это нужно. Здесь у вас есть продавцы. У вас здесь есть поиск. Здесь тоже можно фильтрацию сделать. Вот. Я не буду это делать здесь. Зона отображения. Пускай будет блок второстепенная. И страница второстепенная. Иконку телефона можно добавить. Вот находим иконку телефона. Но тогда здесь попробуем поставить. Валю оставлю и икон. Айкон поставим, чтобы иконка добавлялась. Сохранимся. После сохранения, если я пройду в настройки своего профиля, у меня появляется, видите, здесь дополнительное поле телефону. И я placeholder заполнил. Укажите ваш номер телефона. И вот здесь, видите, подставляется автоматически плюс 7. И, соответственно, здесь можно добавить разные регионы. Вы видели. Если это потребуется. Так. Телефон я внес. И сохранить изменения. Несколько странно. Вот я зашел в пользователи. Мы видим телефон. Иконка с другой стороны. Это как раз таки отображение. Вот этот блок второстепенная, страница второстепенная. Если я на себя нажму, отображается телефон здесь. Отображение телефона, видите, двоеточие. Это как раз вот этот валю. Вот. И получается, там двоеточие, наверное, не надо ставить было. А вот иконка, получается, если она идет, значит, ее надо вставить в начале. Пробел и потом номер телефона. Давайте проверим. Так, информация, да, уже лучше. Иконочка, телефон. Единственное, что телефон тут не кликабельный. Не знаю, хорошо ли это здесь. Как его сделать здесь кликабельным, я не знаю. Давайте посмотрим пользователи. Вот. Здесь тоже иконка на месте. Телефон. И здесь тоже телефон виден. Это чисто пример. На самом деле, так телефон лучше не давать, чтобы выводился. Потому что эти телефоны всякие сервисы мониторят, собирают, а потом на этот номер будут звонить разные конторы и предлагать свои бесполезные услуги. То есть будут доставать всякими звонками. Поэтому это чисто пример по поводу телефона. Если бы это была сделана возможность, как, скажем, на всемирном Авито, когда телефон скрыт и только по клику, то есть он скрыт вот от этих вот скликиваний, скажем, от этих площадок, которым собирают телефоны, то есть там стоит защита. Здесь такого нет. Здесь все просто. Простецкое отображение, но это просто вам демонстрация. Если мы с вами пройдем на страницу объявления, увидим автора, здесь телефон есть, но здесь, если хотите, чтобы можно было связаться, телефон можно не выводить, а можно вывести здесь кнопку. И здесь будут работать внутренние сообщения. То есть человек сможет общаться. Это вот что-то похоже, как с Авито. То есть, допустим, задать какой-то дополнительный вопрос по этому объявлению. Человек сможет. Это мы позже с вами рассмотрим. Итак, давайте теперь разберем плагин сам HivePress. Мы сюда переходим. Первая вкладка объявления. Мы здесь уже были. Страницу мы назначили. Главное здесь. Отображение страницы объявлений. Отображать категории вместо объявлений. Если мы это выбираем. Давайте посмотрим. Перейдем на главную. У нас отображаются категории. Помните, мы добавили фотографии категории. То есть, вот она недвижимость. Описание. Продается. Услуги. Мы с вами сможем кастомизировать вообще главную страницу. Решить. Разными блоками. Можно выбрать, что будет отображаться. Это мы сделаем чуть позже. Соответственно, если я захожу в недвижимость. Смотрите, здесь уже как хорошо оформлена. Картинка категории сама подставляется здесь в шапочку. Поиск. Фильтры. И три объявления. Дальше. Количество обычных объявлений на страницу. Потом идет постраничная навигация. Вы решаете, сколько на страницу. Количество рекламируемых объявлений. Количество похожих объявлений на страницу. Заголовок опционально. Введите формат отображаемого заголовка. Можем оставить пустым. Изображение. Включить увеличение изображения. Это вот как раз сейчас мы с вами посмотрим. И вот еще. Allow Uploading Video. То есть, дать возможность загружать еще и в видео. Прямо на ваш сайт, на хостинг. Давайте это и посмотрим. Сейчас сохранимся. Пройду в какое-нибудь, в любое объявление. Смотрите. Теперь у нас картинка по клику в Lightbox открывается. Не просто, а еще и стрелки. И прямо в Lightbox мы галерейку прокручиваем. По крестику можем закрыть. Теперь давайте я зайду редактировать. И выбрать файл. Сюда хочу еще загрузить видео. Естественно, небольшого размера. Есть у меня такое видео. С собой вот 8 мегабайт. Сюда закину. Итак, вот он. Мпак 4 файл разместился. Сохранить изменения. Посмотрим на объявление. Вот. Видео. Видео здесь показывается. Соответственно, в Lightbox оно тоже работает. Теперь интересная возможность на поиске. Стандартные поля. Ключевые слова. По умолчанию у нас стоит. Давайте посмотрим. Перейдем на главную. Вот у нас, видите, ключевые слова. То есть, чтобы мы могли искать объявление. Давайте, кстати, даже проверим. Возьмем одно слово. Как вообще поиск работает? Нажимаем искать. Да, на самом деле, почему-то не показывается. Абсолютно ничего не сработало. Но она сработала здесь. То есть, когда мы провалились в категорию, вот здесь вот она сработала. Если я уберу, нажму Enter. Показываются все объявления. То есть, это работает внутри. Почему, надо будет разбираться. То есть, здесь поиск, сам поиск-то работает. Но на главной нам не перебросило на страницу сюда. Но мы главную будем переделывать. Сейчас мы ее просто вывели, чтобы вот эти категории выводились. Если мы вот так категории не выводим, отображать категорию вместо. Давайте проверим. Обновим страницу. На главную. У нас все категории. Мы не знаем, какая категория. Мы просто вбиваем уютное. Тогда с главной тоже работает. Вот. Тогда работает. Что здесь примечательно? Здесь, кликая в поле, мы можем выбрать категории. Например, вот мне не нравится, чтобы они вот здесь не выводились, а выводились. Поиск большой слишком. Чтобы делился, и категории были здесь. Отсюда исчезают, видите, категории. Ключевые слова, разделительные линии, категории будут здесь теперь. Недвижимость. Вот показывается. То есть я могу выбрать только недвижимость без ключевых слов. Нажать искать. И вы помните, всего три объявления, они здесь. Была же еще панда. Панда не показывается. Вот. Потому что она без категорий. То есть поиск работает. Следующая важная тоже вещь ниже, это правила или условия. Я просто назначу ту же самую политику конфиденциальности при добавлении объявлений. Дальше стоит галочка добавлять новое объявление. Сейчас мы с вами это посмотрим. Давайте сохранить. Если я добавляю новое объявление, вот появляется, видите, обязательно нужно поставить чекбокс принять условия. И эта ссылка идет на внутреннюю нашу страницу с политикой конфиденциальности. Дальше смотрите, добавление, разрешить добавление новых объявлений. Допустим, временно или, я не знаю, как-то, зачем это может быть нужно. Вот вообще скрыть эту кнопку. Давайте страницу обновим. Видите, исчезает кнопка добавить объявление. Все. Сейчас добавлять с фронта объявление нельзя. Также жалобы, разрешить ли жалобы. Давайте эту кнопку вернем. Если я ставлю, то у нас есть модерация вручную одобрять новое объявление. Можно снять галочку и, скорее всего, объявления будут идти без модерации. Но модерация, наверное, всегда будет нужна. Но я пока ее не буду ставить. Что за жалобы? Давайте посмотрим. Если я перейду в объявление, у нас есть вот тут такая ссылка «Пожаловаться на объявление». Мы с вами уже ее смотрели. Допустим, она вам не нужна. Обновляем эту страницу. Ссылку все скрыли на всех объявлениях. Больше ее здесь нет. Но я ее, конечно же, верну на место. Дальше. Срок количества размещения. Но тут для бесплатных объявлений обычно там 30 дней. Но тут можете сами решать. И срок хранения. Видите количество дней, после которых объявления с истекшим сроком размещения будут удалены. На ваше усмотрение. Здесь мы с вами рассмотрели. Дальше вкладка идет «Продавцы». Отображение. Отображать продавцов на сайте. То есть кому-то, может быть, это не нужно. Отображение продавцов. Пока здесь один продавец на сайте. Давайте посмотрим. Вот на «Продавцы» нажимаю, и у нас та же страница грузится. Продавцы вообще не выводятся. Здесь мы с вами назначали страницу продавцов. Количество продавцов на странице. Потом пойдет постраничная навигация внизу. Отображение имя. Имя пользователя. Здесь только у нас выбора больше нет. Дальше. «Поиск». Это то, что у нас здесь есть поиск по ключевым словам. Так, давайте я обновлю страницу. Вот здесь надо сохраниться. Здесь надо обновиться. Пойдем в «Пользователи». У нас здесь есть поиск. И здесь тоже можно включить категории или ключевые слова. Дальше есть у нас разрешить прямую регистрацию. Ну, давайте поставим «Разрешить прямую регистрацию». Дальше. «Пользователи». Это просто пользователи. Когда человек просто регистрируется. То есть у нас вот здесь вот, когда человек сначала, изначально, вот он не авторизован на сайте. Вот он первый раз зашел, допустим. «Добавить объявление». У нас сначала предложат войти или зарегистрироваться. То есть это касаемо вот этих вот полей. Вот это у нас не переведено. Это «Отображать профиль на интерфейсе». Внешний интерфейс. «Отображать» да, нет. Но давайте поставим «Да». «Отображать имя». «Имя пользователя». На ваш выбор. Дальше. «Страница условий регистрации». Ну, то есть политику можно повесить. «Регистрация». «Разрешить регистрацию». Можно вообще запретить регистрацию. «Имя пользователя». «Гениливать имя пользователя из e-mail адреса». Удобно очень, да. Вы помните, когда человек залогинился, то часть e-mail, вот он, это начало e-mail, подставляется здесь. Дальше. «Электронный адрес». «Требовать подтверждения электронные». Это желательно делать, чтобы не подставляли левые e-mail. И при регистрации будет приходить с сайта письмо на подтверждение почты. «Безопасность». По умолчанию у нас галочка стоит. «Ограничить доступ к панели WordPress». Ну, пускай так и стоит. «Сохранить». У меня был тестовый пользователь. Давайте я его удалю. И еще раз посмотрим, при удалении пользователя удалить все содержимое. Пускай будет удалено. То есть я пока только здесь один администратор. Идем на сайт. Нажимаем здесь «Выход». И попробуем зарегистрировать нового человека. Значит, я ставлю тот же e-mail, как будто это просто сторонний человек. Пароль. Ставим птичку, что согласно с правилами. Зарегистрироваться. И нам возникает вот такое сообщение. «Пожалуйста, проверьте вашу электронную почту, чтобы активировать аккаунт». То есть мы с вами усложнили немножко процесс, чтобы к нам левые мертвые e-mail не приходили. Чтобы это был реальный e-mail. Как человек подтвердит почту, он сможет нажать вот здесь ниже «Ссылка войти». Я перехожу на почту, свою почту. Видим, действительно, вот оно письмо пришло. Заходим. «Привет, Федор2626. Пожалуйста, кликните на эту ссылку для подтверждения». Давайте кликнем, чтобы подтвердить, как это выглядит. Вот так меня перебрасывает на сайт. Электронный адрес подтвержден. «Спасибо, ваш адрес подтвержден. Вернуться в мой аккаунт». Все. Вы видите вот здесь, что я авторизован. После того, как я подтвердил почту, еще одно письмо мне приходит. «Регистрация завершена». «Спасибо за регистрацию. Теперь вы можете начать пользоваться всеми функциями сайта». Это все автоматически с сайтом мне приходит. Далее смотрим вкладку «Hive Press интеграции». Здесь мы можем также защититься от спам-регистрации ReCapture Google. Я этого делать в рамках этого видео не буду. Можете посмотреть информацию, как получить ключ. Здесь ключи надо проставить. И при регистрации будет такой чекбокс. И у нас здесь еще магазин «Hive Press». «Отслеживать использование». «Разрешите отслеживать использование». Но это информация для разработчиков. Я это обычно не указываю. Лицензионный ключ нам не нужен. У нас это все официально бесплатно. Основные настройки вот именно «Hive Press». Вот они все. Мы их все посмотрели. Теперь, если мы с вами посмотрим внешнюю тему. Внешний вид темы. То есть наша тема. «Настроить». Здесь же тоже есть настройки. Как раз, я думаю, самое время посмотреть на эти настройки. Их тут немного. Первое свойство сайта. То есть это тот заголовок, который вы задавали при создании WordPress на хостинге. «Логотип». Вместо вот этого можно загрузить графический логотип. Краткое описание. Копирайты. Внизу должен быть копирайт и текст. Давайте посмотрим. Какой-нибудь текст внесу. Вот здесь появляется в подвале. «Отображать название и описание». Стоит галочка. Можно убрать. Иконка сайта. 512 на 512. «Favicon». Ну, давайте ее загрузим с компьютера. Итак, я нахожу картиночку. Выбираю здесь. 512 обязательно на 512. Павиконочка. Маленькая иконочка сайта. Выбрать. Здесь она помечается. Сохранить. Дальше назад. Дальше цвета. Ну, вот интересная тема. На самом деле. Цвета текста заголовков. Ну, можно оставить белые. Выбрать. Видите, из палитры там. А вот, видите, у нас акцент. Акцент. Это оранжевый. Присущий. То есть кнопки. Все кнопки. Меню. При наведении меню. Кроме основной зеленой, понятное дело, у нас она вот внизу. Выделяется рамкой. Платное объявление. То есть акцент желтый. Я хочу выбрать другой. Пускай у меня будет фиолетовый. Видите, сразу меняется все. И звездочка здесь, и рамочка, и кнопочки все, и менюшечки. Все фиолетовые. И, соответственно, вот этот момент зеленый. Я хочу, чтобы был красный. Получается, наша кнопка добавить такая прям вот опасная. Красная. Вот такие цвета. Сохранить. Дальше. Изображение. 1600 на 800. Рекомендуется. Но мы что-нибудь сюда сейчас с вами загрузим. Давайте выберем еще что-нибудь с компьютера. Я выберу несколько животных. Просто для примера. Так, вот тигры выбрать. Здесь можно обрезать картинку. Обрезать изображение. Вот. Но здесь интересно, что и где будет отображаться. Мы с вами посмотрим. Смотрите, включить эффект параллакса. Тоже чуть позже посмотрим. Мы здесь можем добавить несколько. И они в каком-то рандомном порядке будут меняться. Обрезка также. Вставить. При обновлении страницы. Вот их две. Добавить третью, допустим, можно с пандами. Вот. И получается, выделяем та, которая будет по умолчанию. Вот она. Можно вот так выделять мышкой. В случайном порядке. Можно нажать кнопку. Тогда они будут в случайном порядке меняться. Или давайте оставим панда. Сохранить. И посмотреть мы это сможем чуть позже, когда будем оформлять главную страницу. Назад. Меню. Здесь мы с вами уже были. Назначали меню. Здесь, я думаю, все понятно. То есть здесь хедер меню. А вот футер мы можем создать нижнее меню. Для нижнего меню, чтобы здесь тоже поводились только те пункты, которые нужны. Это можем будет сделать где-то в конце видео. Выходим отсюда. Дальше виджеты. Объявление сайт бар. Можно добавить виджеты сюда. Сайт футер. Футер сразу отсюда добавить виджеты. Виджеты тоже позже рассмотрим. Настройки главной страницы. Здесь у нас главная страница. Страница блога. Это мы делали уже с вами. Внутри WordPress. Фонс. Это шрифты. Здесь у нас большой выбор шрифтов. Но самое главное, что чего тут не хватает, конечно же. Но тема бесплатная. И это было бы странно, если бы это здесь было. Возможность загрузить собственный шрифт непосредственно на хостинг. Этого здесь нет. То есть у нас два вида шрифта. Heading fonts и body font. Body это тело сайта. Основная часть сайта. Шрифты для него. Open sun стоит. И popping стоит шрифты. Можно, конечно, поменять шрифты. Например, найти робота. Вот, робота. Потому что эти шрифты не совсем возможно, что они русский поддерживают. Которые здесь выбраны. Вот я выбрал и там, и там. Один шрифт. Сохранить. И дополнительные стили. Мы, кстати, воспользуемся этим полем. Кое-что надо будет здесь проставить. Я позже покажу. Итак, вот они все настройки. Здесь именно шаблона. То есть именно настройки шаблона. Их тут совсем немного. Помните, мы с вами ставили ограничение на платное объявление. Оно должно было автоматически сняться с пандой. Оно автоматически снялось. Что происходит? Пользователю приходит вот такого рода письмо с сайта автоматическое. Истек срок размещения объявления. Что здесь? С нами здороваются. И кликните на эту ссылку, чтобы обновить его. Если мы кликаем, мы попадаем прямо в режим редактирования. И кнопка «Текст меняется». Обновить объявление. У нас не получается это сделать. Я так полагаю. Смотрите, поле «Категория» является обязательным. А поле «Категория» у нас и не выскакивает. Почему? Мы гибридно это объявление добавляли, когда категории еще не было. Теперь категории добавлены. И, видимо, связано с этим. Поле-то нет категории. А нам говорят, нужно его выбрать. Если мы пройдем через профиль, то здесь будет пометка «Скрыта». Я так полагаю, что в этом дело. Попробуем пойти таким путем. Зайду через админку в панду. И просто назначим любую категорию. Обновить. После этого у нас работает. Ну, видите, когда сайт настраиваем, что-то еще не было. Я думаю, когда все будет собрано, все категории добавлены, вот панду у нас показывается, все будет в порядке. Теперь, когда я сделал наполненность, вы видите, сколько здесь много объявлений. Вот постраничная навигация. Вот так вот выглядит стрелочка 1-2 страницы. У нас самое последнее объявление. Как оно вообще себя ведет, если оно становится платным? То есть человек, когда его продвигает. Давайте посмотрим, что с ним происходит. То есть стильный отремонтированный номер. Давайте из админки, как будто бы нам заплатили, мы делаем его рекламируемым. Дата истечения срока. Пускай там 26-го. Обновить. То есть на главной странице начинается конкуренция. Вот оно у нас теперь здесь. Видите, поднялось. То есть оно не просто выделяется рамочкой и звездочкой помечается. Оно поднимается автоматически наверх и конкурирует с другим платным объявлением. То есть самое дальнее объявление, вы видите, оно стало на самом верху. Соответственно, когда закончится лимит, а о лимитах и об этом будет у нас позже информация, вы узнаете, как это все здесь настроить коммерцию с этим сайтом. Если я обновлю страницу, мы видим, что это объявление первое. То есть это объявление, допустим, было ранее. Оно конкурирует. Смотрите, после каждого обновления то это первое, то это первое рандомно меняется. То есть они между собой, это аукцион, как в принципе в Яндекс.Директе. Вот видите, теперь это первое. Я только сейчас обратил на это внимание, сам про это не знал. Думал, как работает здесь платное объявление. Здесь аукцион, то есть абсолютно грамотно, я считаю, сделано. Теперь я хочу вам показать, как кастомизировать страницу «Главное». Дело в том, что данный шаблон работает хорошо с Гутенбергом, встроенный блочный редактор WordPress. Для Гутенберга есть свои виджеты или блоки от этого шаблона. И сейчас мы с вами познакомимся. То есть сейчас главная страница у нас выглядит вот так. Мы сейчас добавим заголовок, шапку с сайтом. Именно шапка с картинкой. Переходим с вами страницы. Главная страница. Переходим в главную страницу. Здесь у нас ничего нет. По плюсу давайте добавим. Вот у меня уже есть видите виджет заголовок. Пишем какой-нибудь заголовок для вашего сайта. Я его выделяю, делаю его в h1. Делаем его по центру. Далее по плюсу нажимаем абзац. Вытягиваем сюда на холст. Пишем какой-нибудь текст. Сделаю жирным тоже. И по центру. После мы с вами добавляем в поиски тег. Можно писать. То есть тег далее. Обязательно надо проставить. Читать далее. Обновиться. Если пойдем на сайт. Чтобы шапка у нас вылезла. С заголовком и с текстом. Обязательно так далее. Вот эта картинка сзади. Я напоминаю. Выходим отсюда из режима редактирования. Переходим в внешний вид. Настроить. И здесь мы переходим в изображение. Вот у меня выбрано. Вот здесь можно нажать в случайном порядке. Сохраниться. И тогда при обновлении. Возможно не с первого раза. Видите меняется картинка. Рандомно. При там нескольких обновлениях сайта. Картинки можно подобрать. Конечно там указано какой размер. И при прокрутке. Видите картинка движется медленнее чем сайт. То есть это и есть вот в этой области. Параллакс эффект. Выходим отсюда. Возвращаемся на страницу. Главное. Дальше добавляем. Давайте я вам покажу сразу. Вот здесь вот у нас имеется. Видите от HivePress свои элементы. Которые мы можем на любой странице использовать в Гутенберге. Форма поисков объявлений. Выбираем. Видим по дизайну все то же самое. Но только это кастомизация. Мы сами решаем где какой элемент у нас на главной странице будет отображаться. Далее можно добавить виджет заголовок. Допустим лучшие категории. Выравнивать по центру. Сделаем жирным. Если мы обратим внимание на демо пример. То у нас заголовки сопровождаются таким акцентным кусочком цвета. Смотрите. Выделяя наш. Вот он здесь сбоку этот заголовок. Вниз. Где дополнительные классы. Нужно проставить вот так вот как у меня. Content-Title. Просто. Тогда у нас появляется вот здесь вот зеленая линия. Желтая линия. Симпатичная. Сейчас вы посмотрите в целом как это будет выглядеть. Дальше. Если у нас заголовок лучшей категории. Соответственно здесь ниже я ищу виджет от нашего хайв-пресса. Категории объявлений. То есть лучшая категория объявлений. Чтобы здесь показывались у нас. И вы можете решать. Если вы выделили этот блок. Вот здесь вот видите сколько колонок. Вот вы видите в реальном времени меняется количество отображаемых. И есть небольшие тут настройки. Ниже. Добавляем заголовок. Последние объявления. Допустим последние добавленные. Также делаем жирно. По центру. Проходим в правую часть. Проставляем здесь тоже линию на заголовку. Нажимаем плюс. И ищем через поиск объявления. Вот объявления. Вытягиваются наши объявления. И здесь мы решаем тоже колонки. Количество. Из каких категорий. Наши мы видим категории. Чтобы отображалось. То есть вы понимаете. Вы можете несколько вытянуть разных виджетов. И по-разному здесь их настроить. Дальше. Порядок. Подайте добавление. То есть самое свежее вверху. Отображать только рекламируемые там объявления. Вот видите у нас только рекламируемые появляются. Отображать только проверенные объявления. Вот так вот быстро мы с вами по сути собрали. Страницу сохраняемся. Идем на сайт. Ну что происходит. У нас с вами. Во-первых вылазит кнопка фильтр. Хотя здесь не планировалось. Не вылазит заголовки. И просто отображаются товары главные. То есть и даже не похоже внешне как на демо сайте. Здесь надо будет пройти в хайв пресс. И отказаться на вкладке объявления. Странице объявлений. Просто убрать главное. Убрать эту страницу. Либо назначить любую другую. Либо просто поставьте прочерк. Сохранить изменения. После этого идем на главную страницу. Обновляем сайт. И вуаля. Красота присутствует здесь. Во-первых. Полоса поиска. Залазит на 50% на картинку. Что дает такой некий шарм. Красоту. Выскакивает наш заголовок. С желтой линией. Дальше. Категории. Лучшая категория. Последнее объявление. Все у нас тут появляется. И самое главное. Вот допустим у меня тут есть Apple. Поиск. Как работает здесь. Если я ищу по ключевому слову. Искать. То у меня все ищется. Вы видите. Страница обновилась. Apple. Вот он показывает. И Apple. Еще макбук у меня есть. С таким же началом названия. Заголовка. Поэтому находит два объявления. То есть в этом случае. У нас работает. Вот видите. Картинка сзади меняется. После обновления. Теперь уже тигр показывается. Вот. Но осталась последняя муха в супе. То есть получается. Мы назначили с вами фиолетовый оттенок. Акцент сайта. Да. Все бы ничего. Но наши вот эти вот элементы дизайна. Которые мы используем над заголовками. Остаются желтыми. Они к сожалению не меняются. И не слушаются настроек. Которые мы задали по умолчанию. Фиолетовый. Это конечно я считаю недоработки разработчиков. Чтобы была максимальная так сказать кастомизация из коробки. Но мы сейчас это быстро исправим. Правой кнопкой мыши по желтой линии я кликаю. Посмотреть код элемента. Нам нужно CSS. В стиле давайте я еще раз нажму на эту стрелочку. Чтобы увидеть. Видите вот этот title. Before. Видите вот тут у нас даже background. Color. И желтый цвет. Вот здесь. Мы нажимаем на этот квадратик желтого цвета. Видим здесь пипетка. Нажимаем на пипетку. Кликаю там где у нас фиолетовый цвет. Получаем этот фиолетовый цвет прямо тут. То есть вот здесь он помечается. Но для тех кто это видит первый раз сейчас. Как работать с кодом. Если я сейчас сайт обновлю. У нас все слетит. У нас это на сайте не применяется. Это мы лишь только обозначились. То есть какому элементу этот цвет назначен. Вы видите у нас эта линия стала фиолетовая. И она автоматом становится у всех линий. Где бы они сейчас на сайте не встречались. Подгоняем под наш дизайн. Что делаем дальше. Я вот весь этот текст как он и есть. Выделяю. Копирую. Давайте временно вставим в блокнот. Чтобы убедиться что все скопировалось. Будьте внимательны. Начинается строчка CSS кода. Обязательно вот так. То есть точка. В начале. Вся конструкция. Всю копируем. И закрывающая фигурная скобка обязательно. Мы здесь по сути можем все убрать. Кроме вот бэкграунда. Потому что изменения коснутся только этого момента. То есть просто взять и по сути оставить только вот так. Потому что изменения только бэкграунд колор. У нас коснулись. Вот он цвет. И прям вот эту конструкцию я копирую уже с блокнота. Здесь диспетчер я закрываю. Идем с вами внешний вид настроить. Дополнительные стили. И вот в это поле мы вставляем наш код. И обновить. И для тех кто спросит. После обновления шаблона. Когда темы. Когда придут обновления разработчика. После обновления. После обновления WordPress. Слетит ли этот код. Он не слетит отсюда. Он тут будет всегда. Пока вы его не уберете. И если я сейчас обновлю сайт. Вот теперь этот код работает. И применяется сюда на весь сайт. Над вот этими нашими элементами дизайна. Над заголовками. Под наш дизайн фиолетовый. Движемся с вами дальше. И давайте теперь разберем. На вкладке HivePress. Письма. Что это такое. Здесь у вас будет пусто. Я уже добавил кое-что. Давайте добавить новое. Просто покажу. Самое главное. Это вот это событие. Здесь есть все необходимые события. При которых. Автоматически отправляются письма с сайта. Мы уже многие с вами наблюдали. Там объявление сбросилось. Примите меры чтобы его обновить. Сбросить пароль. Подтвердить адрес ретонной почты. Вообще нам все эти письма уже приходят. Но вдруг вы захотите какой-то дополнять туда текст. Тогда вы либо все, либо какие-то определенные письма сможете отредактировать под себя. То есть поменяв там текст. Как только вы назначаете здесь шаблон. Допустим объявление одобрено. Пишем заголовок объявления одобрено. Допустим. Я напишу просто один, чтобы сейчас не заморачиваться. Как только нажмем опубликовать. Тогда вот здесь вот в поле текста нужно будет написать. Что ваше объявление одобрено. И как только мы нажали вот здесь обновить. Внизу появляются переменные данные. Они заменяемые в письме. Вот допустим конструкция username будет подставляться имя пользователя. И тут вот еще несколько есть конструкций. Которые мы можем использовать. Как в теле письма здесь, так и в заголовке. По сути зачем нам менять шило на мыло. У нас уже нормальные письма приходят с правильным текстом на русском языке. По сути здесь и не требуется никаких вмешательств. Если только вы хотите как-то дополнить текст еще здесь дополнительный. Но это не стоит того, чтобы создавать тут функционал письма. Только для того, чтобы добавить текст. Должно быть что-то большее. И оно здесь есть. Это вот эта вкладка текст. Или по-другому html редактор. К сожалению, здесь нету конструктора макетов редактора html письма. Чтобы письмо приходило в красивом виде. Вы видели в каком виде приходят письма? Мы с вами видели. Но вы можете настроить здесь красивые письма html, если вы знаете код. Либо можно найти какой-нибудь онлайн генератор html писем. И я вам на примере сейчас покажу. Я сделал одно письмо. То есть я сделал пароль сброшен. Ну, к примеру, абсолютно просто рандомное. То есть заголовок я написал пароль сброшен для... Видите, даже в заголовок можно подставить переменные данные. Юзернейм. То есть будет написано на почте пароль сброшен для пользователя там такого-то. Дальше вы видите код. Но на самом деле в письме это будет симпатичный дизайн письма с фиолетовым акцентом. То есть даже письма стилизованы под мой дизайн, который приходит на почту. И если вы сделаете одно письмо с правильным текстом, потому что пароль сброшен. И ваш пароль успешно сброшен. Везде у меня используется. Если вы хотя бы одно письмо настроите, тогда придется настраивать все письма, которые здесь заложены в нашей программе. Чтобы каждое письмо при разных обстоятельствах одинаково с красивым дизайном приходило. То есть надо будет посидеть. И если у вас уже есть заготовка HTML кода письма, останется только менять текст в самом коде. И давайте посмотрим, как это выглядит, как это приходит именно HTML письмом. Как вот у меня уже это все сделано. Прямо на практике. Я зайду как тестовый пользователь. Забыли пароль. Видите, нажимаю сюда. Выбираем e-mail на тот аккаунт, где я хочу сбросить пароль. И нажимаю отправить. Письмо для сброса пароля отправлено, чтобы только показать вам, какое симпатичное HTML письмо я за счет этого функционала добился. То есть вот у нас вот такие скучные письма приходят без HTML. И посмотрите, какое стилизованное письмо я сделал. То есть заголовок пароль сброшен для Коля. Вот это у нас динамически подставляются данные. Да, здесь пусто, но вы можете дополнить каким-то текстом. Фиолетовый акцент сайта присутствует в письме. Пароль сброшен. Ваш пароль успешно сброшен. И вот такие HTML письма придется настроить под все возможные, давайте посмотрим, моменты. То есть это у нас письма. То есть создавать новый. И вот видите, сколько их здесь. Вот все их надо будет выбирать. Истек срок размещения объявления. Ставить HTML в ваше письмо. И проставлять правильный заголовок, правильный текст. Дальше я не вижу смысла рассказывать про письма. Думаю, по аналогии здесь уже и сами разберетесь, как это делается. Мы движемся с вами дальше. И дальше настоящая бомба. В HivePress это шаблоны. Что за шаблоны такие? Вы можете сшаблонизировать. Казалось бы, что вроде у нас дизайн-то не меняется здесь. Я имею в виду, если мы зайдем, допустим, в объявление. Вот это страница одного объявления. Раскрытая страница. Она у нас вот такая есть. И как бы казалось бы, что мы тут дизайн, смена блоков, что-то добавить. Какой-то блок от себя. Рекламный, возможно, блок вот сюда засунуть. Мы не можем. Но на самом деле можем. Вы можете за счет вот этих шаблонов настроить через Gutenberg практически, а даже, наверное, все страницы, какие только могут здесь быть, в нашем сайте доска объявлений. И мы сейчас на примере посмотрим. Вот на примере вот этой развернутой страницы объявлений. То есть вы настраиваете, допустим, только в одном месте это. И это будет настраиваться, то есть именно шаблон полного объявления. Оно будет настроено ко всем объявлениям сразу. То есть настроили в одном месте и будет настроено для всех абсолютно. И каждую страницу, то есть получается страница, категория, где у вас идут, допустим, вот недвижимость идет, вот эту страницу можно полностью в одном месте настроить под себя за счет Gutenberg и готовых блоков. Как-то ее изменить по-другому, количество колонок там поменять. Страницы вот этих вот объявлений, это, наверное, тоже все можно менять. Я опять же покажу на примере только лишь одного шаблона, это развернутого объявления. Любого. Давайте в какой-нибудь я перейду. Главное, вот запомним, как смотрится. Я вот хочу, например, поменять колонку, чтобы вот эта колонка с автором и вот этой ссылкой и другими там кнопками, оно было слева. А вот эта вся часть была справа. Это все можно сделать. Смотрите, что мы делаем. В шаблонах нажимаем добавить. Самое главное, вот здесь это находится, шаблоны. Их тут достаточно много. Вы просто читайте по названию и уже становится понятно, многое понятно, что какой шаблон к какому подходит. То есть здесь нужно обязательно выбрать правильный шаблон. Вот смотрите, например, есть объявление. Это наше объявление. Это страница множества объявлений. А нам нужно объявление. Вот если я вот это выбираю, объявление, это значит настройка вот этого одного объявления. Но имеется в виду страница. То есть я ее сейчас кастомизирую под себя, одно объявление. Но и вот это, и вот это, если мы раскроем целиком, они будут все кастомизированы абсолютно. Я надеюсь, вот это понятно объяснит. Допустим, даже если вот у нас просто мы ничего еще не сделали, написали только заголовок объявления и нажали публиковать. Как только мы это сделали, здесь мы видим объявление. Идем в любое объявление, обновляем страницу. Все исчезает. Видите? Этот шаблон работает именно на объявление. Вот давайте перейдем на главную. Все как привычно. В любое объявление заходим. Допустим, сюда. Смотрите, ничего нет. Потому что мы задействовали уже шаблон, но он пустой. И теперь мы начинаем творить. Я ищу колонки. Вот находим колонки, выбираем. Соотношение я выбираю левое 33 к 66, потому что я хочу поменять местами. К примеру, вот эту колонку выделяем. Смотрите, сразу стиль, фон. Допустим, я просто хочу реально залить его таким сереньким. Теперь по плюсу добавляем правильные специальные блоки от HivePress. Давайте посмотрим. Посмотреть все. Я вам сейчас покажу сначала, где они находятся. Мы с вами здесь уже были. Вот это мы с вами видели. Но ниже, вот здесь появляется, видите, заголовок? Шаблоны. Вот это нам нужно. Вот все, что здесь есть, это все относится к шаблонам. То, что нам может пригодиться. Обратите внимание, здесь, в Гутенберге, вы не увидите эти шаблоны, пока вы не выберете тип шаблона и не нажмете «Сохранить». Давайте я вам покажу. Вот этот шаблон вы выбираете, который вы хотите создать. Нажимаете здесь обязательно «Опубликовать», «Сохранить». И только после этого вы потом идете вот сюда, сюда нажимаем. И тогда уже появляются вот эти вот шаблоны. Находим здесь «Продавец». Нажимаем «Продавец» у нас появляется. Дальше сюда я добавляю действие «Главное». Ниже я добавляю атрибуты «Главное». Так, у меня атрибуты. Видите, тут можно менять местами просто. Атрибуты, допустим, ниже. В эту колонку нажимаю по плюсу. Показать все. Первое, что здесь идет. Заголовок нашего объявления. Находим здесь, смотрите, заголовок. Добавляем его здесь. Причем, если вы его выделите, смотрите, здесь, возможно, могут быть дополнительные настройки. Так, по плюсу нажимаем. Ищем следующее. Дальше идет «Изображение». Основное объявление. Добавляем его здесь. Дальше нажимаем «Детали». Детали опускаем ниже. Плюс. Дальше я нахожу «Описание объявления». Оно у нас, видите, куда стрелка. Поэтому я зажимаю левой кнопкой мыши, чтобы поместить там, где мне нужно. И дальше вытягиваем объявления «Похожие». И вообще здесь можно хоть все вытащить сюда все то, что вам нужно. Нажимаем «Сохранить». Идем на сайт. Обновляемся. И у нас, смотрите, получается. Заголовок. Основное изображение объявления. Дата добавления. Текст. Похожие объявления. Смотрите, эта колонка серая. Пожаловаться на объявление. Вы видите, где находится. Оно было выше по умолчанию. Стало ниже. Я могу этим управлять. Вот в чем дело. И теперь. В любое другое объявление, если я зайду, совсем другое, смотрите. Видите, о чем я говорил? То есть настраивается для всех объявлений. Вот именно вот эта страница объявления, раскрытая которая. Допустим, похожие объявления. Видите, маленькие здесь, да? Мы заходим, нажимаем мышкой на похожие объявления. И смотрим колонки. Пускай будет две. Чтобы количество отображалось три. Сохранить. То есть они будут уже в большем виде. Вот так вот это будет симпатично выглядеть. Потом здесь можно добавить, когда вы добавите плагин отзывов, комментарии. Это все тоже можно здесь вывести. Вы представляете, какая бомба просто здесь разработчик здесь все для нас подготовил. Как я уже и сказал, следующее. Вы попрактикуетесь, посоздавайте разные шаблоны. Я больше показывать эти моменты не буду, потому что здесь уже по аналогии. Вы просто можете пробовать, кастомизировать другие страницы. Я даже это зайду в свойства и просто сниму с публикации. Ну, потому что это демо-сайт и, в принципе, мне устраивает, как вот выглядит, видите. То есть шаблон можно удалить или снять с публикации и вернуть все, как было. Тут, конечно, нужно посидеть, когда настраивать, чтобы выводить вот эти моменты. Выводить вот эти моменты. Детали редактирования. У нас это не выводится. Выводить категорию. Это все можно, я думаю, вывести. Все эти виджеты, они, скорее всего, там есть. Далее мы с вами уже будем потихоньку смотреть бесплатные дополнительные плагины к нашей доске объявлений. Но сначала, если вы будете использовать коммерцию, то есть платное объявление, чтобы это работало как интернет-магазин, сначала мы установим бесплатный интернет-магазин в WooCommerce. О WooCommerce у меня есть серия бесплатных уроков на моем официальном сайте fedorvasilv.com. Вот здесь нажмете на поиск, здесь напишите вот так вот WooCommerce, нажмете Enter. Далее здесь вот вверху увидите метки, найдете здесь WooCommerce, нажмете на WooCommerce, прокрутите чуть ниже и увидите здесь заголовок «Ваш первый интернет-магазин на WordPress». Зайдете, и это начало бесплатного курса по WooCommerce, чтобы именно посмотреть сам WooCommerce изнутри. В рамках этого видео мы не будем с вами изучать WooCommerce, мы лишь будем смотреть интеграцию, связку с нашей HivePress доской объявлений. Итак, плагины добавить новые. Давайте посмотрим в репозитории. Через поиск я напишу WooCommerce, нажму Enter. Находим вот так вот сейчас иконка выглядит WooCommerce. WooCommerce, не путайте, здесь если будет еще что-то написано, как вот здесь в WooCommerce и там что-то еще, это не то. Именно WooCommerce, просто WooCommerce. Более 5 миллионов активных установок. Нажимаем здесь «Установить» и нажимаем «Активировать». Нужно дождаться, чтобы страница обновилась и нас перебросила в настройку всех шагов. Я только выберу здесь «Россия» и все шаги можете пройти позже. Продолжить. Нет, спасибо. Ну, давайте я что-нибудь тут проставлю. Вот так вот шаги быстренько мы с вами прошли. Теперь у нас вот здесь вкладка WooCommerce. И давайте такие базовые моменты здесь мы с вами поднастроим. Первое – это зайдем в наш шаблон «Внешний вид настроить». Как только WooCommerce установили, появляется, видите, новая вкладка WooCommerce. И мы с вами здесь оформление заказа. Просто уберем лишние поля, которые появляются, видите, как много ненужных полей при оформлении заказа. Название «Компания. Поле. Скрыто» сделаем. Дополнительный адрес «Скрыто». Телефон. Поле. Скрыто. Вот все, что нам позволили скрыть, скрыли. Сохраняемся. Выходим из настроек. Давайте зайдем в настройки WooCommerce. Зайдем здесь в платежи. Поговорим немножко об этом. Для тех, кто не знает, вот эту информацию я скрою. Если вы физическое лицо, вы не можете принимать онлайн-оплату с вашего сайта. Она просто вам не дадут ее настроить. То есть, например, Сбербанк или Тинькофф, любая вообще онлайн-оплата, вы ее не сможете сейчас настроить, если вы физическое лицо. Вы должны быть хотя бы самозанятый, оформленный, да? Либо ИП, либо ООО, либо еще что-то. То есть, тот человек, который платит налоги. Только в этом случае у вас открыты все двери. И вы можете настроить любой онлайн-платеж в вашей доске объявлений через WooCommerce. Это 100%. И настраивается их все легко. Покупать даже не нужны плагины. На сайте Сбербанка есть бесплатный плагин под WooCommerce. Плагин Сбербанка, если вы им пользуетесь и хотите принимать туда платежи. У Тинькоффа. На банке Тинькофф есть плагин для WordPress, для WooCommerce, бесплатный, который можно скачать прямо с сайта Тинькофф. Возможно, в репозитории этот плагин есть. Он тоже бесплатный абсолютно. Главное быть просто оформленным. Либо самозанятый, как я сказал, либо как-то еще. Тогда да. А сейчас мы просто тестируем. И если вы физическое лицо, вы можете настроить, допустим, прямой банковский перевод. То есть это не будет оплата онлайн. Это будут показаны реквизиты, куда человек отдельно введет сумму. И только после этого вы вручную пройдете объявление, его сделаете активным. Это, конечно, такое себе. Нужно, конечно, онлайн-оплату здесь настраивать в любом случае. Но мы сейчас тестируем, поэтому я просто предупредил. Переключатель я включил. Прямой банковский перевод. Сохранить изменения. Нажимаем теперь мышкой. Так, вот здесь что-то у меня спло. Какая-то подсказка закроем. На прямой банковский перевод нажимаем. Просто демо данными надо заполнить. Можете здесь написать какой-то текст. Вот название счета. Здесь можете написать Сбербанк. Номер счета. Номер банка. Вот какие-то данные. То есть когда прямой банковский перевод. Просто заполняем, сохранить. Это просто визуализация, чтобы это было видно на сайте. Мы не будем проходить там онлайн-оплаты или какие-то переводы делать. Это просто, чтобы вам показать внешне, как это будет вообще выглядеть, как это будет взаимодействовать с нашим сайтом. Итак, давайте рассмотрим первый бесплатный плагин для HivePress. Наводим мышь на него. Дальше мы переходим к расширению. Находим здесь доступ к объявлениям. Бесплатный плагин. Здесь ссылка есть на документацию на английском языке. И поддержка к разработчикам. Нажимаем установить. Далее нажимаем активировать плагин. Он у нас будет находиться в списке плагинов. HivePress доступ к объявлениям называться. Можем деактивировать, если вдруг он не будет нам больше нужен. После активации идем в WooCommerce. Точнее товары. Ну это естественно вкладкой появляется, как только мы установили WooCommerce. Товары. Добавить товар. Тут можем написать товар. Ну пока просто к примеру посмотрим, где будет отображаться. Обязательно ставим птичку в виртуальный. И ставим цена. 500 рублей допустим. Опубликовать. Далее переходим в HivePress настройки. У нас здесь появляется новая вкладка от этого плагина, который мы только что установили. Называется она запросы. Нажимаем на нее. Видим продукты. Здесь обязательно нужно выбрать только что созданный товар. Модерация. Вручную одобрять новые запросы. То есть это у нас какие-то запросы. Не знаю, где это может быть применимо. Но это какие-то запросы. Давайте на ваше усмотрение. Но я модерацию здесь сниму. Также у нас появляется вот здесь, где вкладка объявления, запросы от этого плагина. Здесь, естественно, у нас ничего нет. Если на этом уровне мы с вами пройдем на фронтальную часть сайта, провалимся в какой-нибудь товар, появляется новая ссылка запросить доступ. Запросить доступ. Пожалуйста, предоставьте детали, которые помогут нам проверить, что вы являетесь владельцем этого объявления. Я, честно говоря, даже не понял, зачем это. Потому что это, смотрите, запросить доступ за 500 рублей. То есть это уже какая-то коммерция. Здесь мы можем что-то написать. Вот честно, не могу понять, зачем это может быть нужно. Запросить доступ. Но вы не можете запрашивать доступ к собственным объявлениям. То есть можете создать тестовое объявление другого тестового пользователя и попробовать запросить. Я добавил другое объявление от тестового пользователя. И сейчас авторизован как администратор. И зашел в объявление от другого пользователя. Как будто бы запросить доступ. Давайте посмотрим, как это будет выглядеть. Оформление заказа. То есть, во-первых, вот это и есть связь уже с WooCommerce. Вы видите страницу WooCommerce. Та страница чекаута, где мы можем заполнить все данные необходимые. Вот она, 500 рублей и того, и того. Политика конфиденциальности и подтвердить заказ. То есть вы сейчас уже видите наглядно, как это работает. Вы помните, мы проставляли с вами банковские данные. То есть у нас нет онлайн оплаты, но есть оффлайн оплата. То есть вот Сбербанк. Человек увидит номер счета и переведет деньги. То есть это один из самых таких примитивных вариантов. Если был бы подключен платеж, то есть плагин онлайн оплаты, тогда человек мог бы здесь выбрать, оплатить, нажать. Деньги бы списались. И это бы работало в автономном режиме. Если мы перейдем в WooCommerce заказы, то естественно заказ у нас здесь есть. Статус. Не обязательно даже сюда заходить. Давайте нажмем вот сюда на глазик. Нажимаем тут на кнопку завершен. Это значит, ну как будто будем считать, что оплата прошла. Заплатили. То есть все, статус выполнен. Соответственно, если я пройду на фронтальную часть сайта, у нас здесь появляется после оплаты, наводим мышь на наш аккаунт, видите, появляется новая вкладка здесь заказа. Если я сюда нажму, здесь будут заказы в WooCommerce. То есть вот этот заказ, статус выполнен. То есть я его оплатил. И здесь кнопка есть просмотреть. Также то, что мы здесь видели объявление запросы. Здесь будут находиться вот эти купленные запросы. Вот он первый, который только что создал. Можем нажать. То есть он автоматически создан. Вот здесь вот деталь. Это текст, который я написал. Объявление, название объявления тест. И произвольный номер назначается. То есть здесь будут просто храниться все вот эти вот запросы. Вот такой вот плагин. Честно говоря, не совсем мне до сих пор понятно, зачем он нужен. Как это можно применить. Но вот он здесь есть. И мы движемся с вами дальше. Переходим в HivePress расширение. Так, вот здесь у нас статус активно. Этот плагин мы разобрали. Давайте теперь посмотрим вот это платное объявление. Это уже понятное применение. И это уже интересно. Нажимаем установить. И нажимаем активировать плагин. После установки и активации плагина объявлений на вводе мышь появляется новая вкладка. Здесь пакеты. Заходим сюда. То есть мы сейчас можем создать бесплатный тарифный план. И платный тарифный план. Допустим, бесплатно можно разместить там три объявления. Платно там можете сделать несколько тарифных планов платных. Допустим, 100 объявлений, чтобы можно было разместить. Там будет стоить одну сумму. Там 500 объявлений, другую сумму. В общем, вот это вот как раз история про этот плагин. Нажимаем добавить новый. Здесь заголовок пишем бесплатный. Каким категориям относятся. То есть, возможно, какие-то категории можно тариф не включать. Но мы давайте включим везде. Вот здесь в описании можно написать бесплатно. Допустим, 5 объявлений. И в столбик можно еще что-то написать, важную информацию. Ниже важные опции продукты. В WooCommerce, видите, мы здесь ничего не выставляем. Лимит объявлений. Мы здесь написали 5 в описании. Поэтому здесь мы тоже ставим бесплатно. Можно разместить только 5 объявлений. Также срок размещения бесплатных 30 дней. Реклама объявлений. Рекламировать объявления можно поставить птичку. И рекомендуемые. Рекомендовать этот пакет. Пока это не будем трогать. Давайте нажмем здесь опубликовать. Далее опять идем товары. Добавить новый товар. Уже к этому плагину. Название тарифа любое. Допустим, премиум. Виртуальный ставим. Цена, допустим, 500 рублей. Опубликовать. Возвращаемся. Объявление. Пакеты. Вот тут бесплатный. Создаем новый платный теперь. Премиум опять пишем. Или как-то иначе называем. Назначаем на какие хотите категории. Пускай у меня будет на все. А теперь вот здесь продукты WooCommerce. Мы выбираем вот этот премиум, который только что добавили в продуктах WooCommerce. Лимит объявлений пускай будет 100. Срок размещения пускай будет здесь 60 дней. И пока здесь тоже ничего не ставим. То есть две галочки. Посмотрим на изменения. А здесь можно написать что-нибудь. Добавьте там 100 объявлений. Опубликовать. То есть смотрим пакеты. Здесь может быть сколько угодно пакетов. Можете добавить еще безлимитный пакет. Какой-нибудь подороже. Для разных категорий можете назначить разные тарифы. В общем здесь очень все гибко и круто. Идем на фронтальную часть сайта. Я авторизовался как тестовый пользователь. И давайте попробуем. Добавляем объявление. Выбираем категорию. Допустим недвижимость. Какую-нибудь картиночку выберем. Заполняем все данные объявления. Нажимаем отправить объявление. И нас перебрасывает на промежуточную страницу. А не сразу. Так как мы пакеты добавили. Вот так это выглядит. Добавим еще один тарифный план. Он здесь будет показываться. То есть бесплатный. Вот это описание. Бесплатно 5 объявлений. Выбрать пакет. И тогда будет у нас доступно 5 объявлений. Ссылка вернуться назад. К сожалению на английском языке. То есть до конца прям все так у нас не переведено. И премиум. 500 рублей. Добавьте 100 объявлений. Купить пакет. Естественно нас перебросит на WooCommerce. Если мы с вами вот здесь вот выставим в тарифном плане рекомендуемый. То здесь это просто добавление галочки вот здесь. И если купить пакет. То вас перебросит на страницу WooCommerce. Где сумма будет стоять. Вы уже процесс покупки здесь знаете. Как это работает. Я нажму назад. И выберу пакет бесплатный. То есть если я выбираю. То у меня объявление уже здесь размещается. Здесь в объявлениях. Посмотрим. Вот оно первое объявление этого пользователя. Пакеты если посмотрим. Мы видим здесь. В нашем аккаунте выбран бесплатный. Недвижимость. Продается услуги в эти категории. И видим что 4. Одно объявление есть. То есть действительно осталось 4 объявления. Еще 4 добавлю. И бесплатно добавить по идее больше будет нельзя. Я проверял на другом тестовом сайте. Платный пакет 100 объявлений. И тоже идет отчет. Там 99, 98. То есть это все работает. Давайте теперь рассмотрим плагин геолокации. Очень полезная вещь для подобного рода плагинов. Подобного рода сайтов. Нажимаем здесь установить. И нажимаем здесь активировать. Далее переходим к хайв пресс. Появляется новая вкладка здесь гео. Заходим сюда. Смотрим настройки. Также интеграция. Если перейдем. Появляются новые вкладки здесь. Для Google Map. Получение ключа. И второго плагина на замену Google Map. Это Map Box. Где настройка намного проще. И прежде чем настраивать. Давайте проговорим этот момент. Какие здесь есть нюансы. Вообще, в принципе, как я сейчас это вижу. Нам этот плагин, возможно, для России совсем не подходит. Во-первых, с Google Map. Настройка там посложнее будет. То есть надо идти в Google. И специально это настраивать. Чтобы получить ключ IP. Я туда пробовал смотреть. И не увидел, чтобы была возможность выбрать Россию. Такое ощущение, что исключили ее из этого списка. То есть, возможно, будет проблема. Сейчас настроить с учетом, что у нас сейчас в мире происходит ситуация. Раньше Google Map я настраивал на других инструментах. Работает хорошо. Местоположение находит хорошо. Но нам тогда здесь приходит на помощь другой сервис попроще. Который не настраивается проще. Вроде работает. Но такое ощущение, что он не знает этот сервис. Некоторые местоположения. Я настраивал на тестом сайте. И так и не смог указать точный свой адрес. Вот где я живу. Там город Ульяновск. Проспект. Он его просто не находит. Он находит Ульяновск. Он находит приблизительные улицы. Но конкретный адрес он не находит. Вы, конечно, можете попробовать посмотреть. Но мне кажется, что настроить этот плагин сейчас у нас не получится. Mapbox. Непонятно. То есть, он работает, но он плохо находит адрес. Потому что при добавлении объявлений мы можем добавить новое поле. Куда мы можем указать адрес. Это очень важно для подобного рода сайтов. Доска объявлений. Может быть, я невнимательно смотрел. Но я не увидел, когда я Google пытался настроить, чтобы можно было выбрать Россию. Там, когда в Google переходим, нужно подключать специальные аддоны в Google. Нужно привязывать карту банковскую свою. Что Google говорит, что он не будет списывать средства. Но, в общем, как-то не особо мне это нравится. И, в общем, как-то все сложно получается. Но я все же покажу, как работать с Mapbox. Потому что, в принципе, это работает. Может быть, вы будете настраивать не для России сайт. И у вас Mapbox будет находить ваши адреса. Возможно. Вот сейчас сайт перед вами Mapbox. Здесь нужно просто произвести обычную, простую регистрацию. Я уже это сделал. Я думаю, вы это сможете сделать без меня. Ссылку на Mapbox. Естественно, все это будет, как я говорил, уже все ссылки на моем сайте в соответствующей статье. Ссылка будет под видео. Здесь либо можете просто регистрируйтесь, и у вас будет уже здесь тестовый ключ общедоступный. Или можете создать токен дополнительный. Но там я создавал токен, а особо разницы никакой нет. Поэтому я беру вот этот токен, копирую общедоступный. То есть просто регистрируйтесь, получаете токен с этого Mapbox. Идем на наш сайт. Mapbox. Вот ключ API. Проставляем его здесь. И он уже будет, в принципе, работать. И нажимаем здесь сохранить. Это первое, что нужно сделать. Как только мы это делаем, можете пройти на фронтальную часть сайта, обновить страницу. Автоматически местоположение со такой стрелочкой, видите, попадает у нас здесь в поиск. Далее мы с вами проходим на вкладку геолокация. Поставщик выбираем вместо Google Mapbox. Content Type. Кстати, у нас тут не все по-русски. Давайте я сохранюсь. Пройду вот сюда обновление. Возможно, есть русская локализация. Нет, к сожалению, не все поля переведены. Ну ладно. Далее, где выводить вот эту возможность? У нас стоит объявление. И можно еще добавить продавцы, чтобы искать продавцов по геолокации. Страны. Россия здесь у нас есть. Выбираем. Можете выбрать другие страны. Дальше масштаб карты. Радиус карты. Можно здесь задать. Вот этот чекбокс, если поставим, мы используем мили вместо километров. Ну, у нас в России километры, поэтому я чекбокс здесь не ставлю. Разрешить пользователям изменять радиус. На ваше усмотрение. Регионы. Генерировать регионы по местоположению. Здесь можно создать страницу для каждого региона. На ваше усмотрение. И адрес. Прямой, точный адрес. Но давайте я здесь пока не буду ставить птичку. Сохранимся. Также после этих настроек в объявлениях у нас здесь появляется вкладка регионы. Где мы можем добавлять регионы. И они тут автоматически будут сюда попадать. Как только здесь будет кто-то что-то искать. Теперь при добавлении объявления с фронта появляется, всегда будет появляться местоположение. Где вы можете указывать для нового объявления местоположение. Если мы пройдем в режим редактирования объявлений через админку, то здесь тоже появляется в виде поля местоположения. Вот давайте сейчас введем здесь мое местоположение. И попробуем через поиск найти это объявление по местоположению. Причем мы не можем просто так вбить здесь наш адрес. Это уже работает от сервиса Mapbox. Я пишу Россию и вот этот список это уже идет от сайта этого Mapbox. Давайте попробуем еще раз. В общем я по-разному пытался вводить и заглавные буквы, и запятые ставить, и бульвар прописывать. У меня дом 16. Но он ищет дом 16. Но это Москва. То есть он как будто не знает мой адрес. Россия, Россия, Россия. Россия, Санкт-Петербург нигде не пишет. То он ставит Ульяновскую область. Ульяновск. Почтовый индекс сам подставляет. Но у меня другой почтовый индекс. То есть он как бы не ставит вот этот Mapbox, как бы я ни старался. Но мне сейчас задача показать вам это объявление, когда прописано у нас все это. Давайте посмотрим. Как выглядит объявление. Когда в нем проставлена локация. То есть вот это объявление. Смотрите, вот здесь у нас проставляется. Видите, Россия, Ульяновск. Здесь появляется интерактивная карта от Mapbox. Я могу даже накликнуть на эту ссылку. И открывается Google. Почему-то открывается Google. Хотя у нас Mapbox. Посмотрим внутрь объявления. Здесь появляется также карта. И будут вот такие вот стоять ярлыки. И наверху у нас отображается адрес, который я указал. Новосандинский бульвар 16. Вроде как показывается. Но 432.064 у меня индекс. Почему-то индекс стоит неправильно. Может быть это не индекс. Но вроде как Россия, Ульяновск, Ульяновской области он вроде показал. Слушайте, а я ошибался. Он адрес все-таки указал. Просто почему-то неправильно поставил индекс. То есть это же не я прописал адрес. Он автоматически вот этот сервис Mapbox проставляет. Мы не можем просто так указать. А если я сейчас внимательно посмотрел на карту, то отмечен мой дом. Потому что рядом средняя образовательная школа номер 64. Она как раз за моим домом идет. То есть значит дом отметен правильно. А вот это дом 18. Перейду по ссылке вот по этой. То открывается Google карта. И я действительно вижу школу 64. Я действительно вижу свой дом. Рядом дом, который создает кольцо и двор 18. Действительно 18. То есть я немножко здесь ошибался. Все же он прописывает правильный адрес. Теперь тогда это хорошо. Значит можем использовать. И теперь тогда остается проверить. Пустим хотя бы вот по названию. Как он искать будет. Вот я хочу искать по месту положению через поиск. Просто вбиваю это. И вот это в список подсказочки. Это тоже у нас от сервиса. Я здесь ничего не выбираю. Просто нажимаю Enter. Искать. И действительно находит. У меня только к этому объявлению добавлен такой адрес. Я не писал полный адрес. Хотя здесь он проставился полный. Я написал Бульвар Новосандетский 16. И видимо нигде он больше не встречается в других городах. Действительно это объявление. И здесь тоже на карте он показан. То есть все круто. И радиус. Смотрите. Здесь у нас подставляются новые фильтра. Я их не трогал. Радиус автоматически у нас подставляется. Можно менять радиус. Отличные вести. Я уже в этом видео вас успел разочаровать. Оказывается все же находит он адрес мой. Значит и найдет любой другой скорее всего. Остались у нас с вами уже самые простые в настройке бесплатные плагины. Давайте их рассмотрим. Следующий. Хочу рассмотреть отзывы. Нажимаем установить. Полезная штука. Далее нажимаю активировать плагин. Далее переходим к HivePress. Вы видите как HivePress разрастается. У нас появляется вкладка отзывы. Нажимаем на нее. Настройок здесь немного. Добавление. Разрешить добавление нескольких отзывов. То есть одним человеком на ваше усмотрение модерация. Отзывы естественно лучше модерировать. Следующая опция которая у нас не переведена. Это разрешить отвечать на отзывы. Давайте оставим. И сохранить изменения. После этого пройду в какое-нибудь объявление. Смотрите появляется ссылка написать отзыв. Нажимаем. Первое мы можем выставить это звездочки. Написать отзыв. Я поставлю свой демо текст. Отправить отзыв. Ваш отзыв отправлен. Если я сейчас просто обновлю страницу. Мы отзыв здесь увидим. Ну я так как администратор наверное отзыв мой проходит. А так по идее должен был попасть на модерацию. В админке тоже отзывы видно. Вот здесь сигнализируют. И это комментарии. То есть отзыв показан в WordPress. Вот он. То есть возможно этот отзыв не будет виден. Потому что нам видите говорится нужно его одобрить. Нажимаю одобрить. То есть отзывы здесь тоже видны. Также не забываем про почту. У нас же здесь есть и новый заказ. И ваш сайт. Ваш заказ оформлен. Объявление отправлено. То есть всевозможные сообщения к нам приходят. От WooCommerce нам приходит письмо. Помните у нас там был тариф за 500 рублей. То есть все сюда тоже приходит. Если я авторизуюсь как тестовый пользователь. К которому я только что оставил отзыв. Во-первых здесь видны звезды. Появляется вкладка. Вот здесь вот отзывы если я нажимаю прокручивать сюда. Где я могу нажать видите ответить на отзыв. И также вот здесь появляется рейтинг. То что я поставил 4 звезды и единичка один отзыв здесь есть. Давайте попробуем нажать ответить. Просто напишу ответ. К сожалению не все у нас переведено на русский язык. Это можно через плагин LocoTranslate перевести. Если будет нужно. Так я это оставил. Также если пройдем в комментарии здесь тоже будет светиться что у нас здесь есть. Вот ответ. Нажимаем одобрить. И вот как выглядит ответ. Как вот симпатично видите все это выглядит. Ответ на отзыв. Давайте рассмотрим следующий плагин. Возможность добавлять объявление в избранное. Нажимаем установить. Далее нажимаем активировать плагин. После установки плагина обновляем сайт. Напротив каждого объявления вы можете видеть такое сердечко. Если провалимся внутрь объявления. Оно появляется вот здесь добавить в избранное. Здесь, здесь. Давайте посмотрим. Если я нажимаю. То уже у этого объявления видите сердечко красное. И появляется ссылка удалите из избранного. И соответственно оно у нас здесь тоже красное помечается. Давайте несколько я добавлю. После этого у нас вот здесь вот увеличивается тоже наш кабинет. И появляется вкладка избранное. Если я нажму то здесь будет список моих избранных объявлений. Где я всегда смогу их отсюда снять. После обновления. Теперь тут два объявления. Вот так вот просто это работает. Да, и я забыл упомянуть, что ранее мы устанавливали плагин. В HivePress у нас добавляются новые возможности. Вот здесь вот видите. Которые мы не рассмотрели. То есть это реклама и пакеты. Что это дает? Здесь ничего не выбрано. Продукты WooCommerce. Допустим здесь выберем премиум. Срок рекламирования. Там 60 дней. Пакеты бесплатные. Ну здесь это можно не использовать. То есть эти опции мы с вами не смотрели в главных настройках в HivePress. В объявлениях. То есть вот это что это дает? Если мы с вами после настройки вот этих вот. Ну просто вот выбрали тариф. Сохранились. И пройдем с фронта в наш кабинет в объявлении. У нас напротив объявлений появляются звездочки. Видите? И те, которые рекламируются. Вот это нижнее. Оно уже с желтой звездой. Видите? Рекламируется написано. Эти все серые. Они не рекламируются. То есть отсюда есть возможность нажать напротив объявления. На звездочку. Нас перебросит. 500 рублей рекламироваться на 60 дней. Можем купить. Также если я зайду в редактировать объявление. Здесь тоже появляется. Видите? Ссылка. Рекламировать объявление. Давайте я попробую нажать. И по сути то же самое действие. Нас выбрасывает на страницу чекаут. Где я могу заполнить поля и совершить оплату. И у нас с вами остался последний бесплатный. Который мы еще не рассмотрели плагин. Сообщение. Дайте пользователям возможность отправлять личные сообщения друг к другу. То есть это одно из самых крутых. Давайте его и рассмотрим. Установить. Далее нажимаем активировать. Переходим. После активации в HivePress настройки появляется новая вкладка сообщений от этого плагина. Давайте настроим вложение. Разрешить ли вкладывать. То есть чтобы человек мог прицепить фотографию. Ну или файл. Если выбираем, то разрешить типы файлов. И здесь сразу идет там, например, JPG картинка, PNG, VP. Это может быть какой-то CVC файл. Все, что может там потребоваться. Разрешить ли мониторинг сообщений. Ну давайте оставим. Блокировать слова. То есть здесь можно перечислить слова, которые будут блокироваться. Например, матерные слова, какие-то нехорошие. Дальше. Хранить сообщения в базе данных. То есть хранить вместо того, чтобы высылать их по электронной почте. Пускай лучше, наверное, высылают. Срок хранения. Просто если вы это оставите, обязательно выставите срок хранения. Потому что база будет засоряться. Поэтому давайте пускай галочку уберу. После обновления фронтальной части сайта что происходит? В карточке объявлений видим вот такая новая иконочка под каждым объявлением. Если я нажимаю, возникает окно, где я могу написать этому продавцу. Давайте я перейду в продавцы. Здесь тоже, видите, я могу просто написать продавцу. Вот просто. Не под объявлением, а только продавцу можно написать. Вот давайте. Это у меня другой тестовый продавец. Здесь понятно есть ответить. Или можем посмотреть здесь. Ответить. Вот эта ссылочка есть. Она здесь внизу. То есть написать именно личное сообщение. Давайте попробуем. Пишу демо. Отправить сообщение. Ваше сообщение отправлено. На почту действительно приходит вот сообщение. Мы это видим. Новый ответ на заголовок. Если мы нажимаем, видим сообщение, что нам вот на это объявление написали текст. Давайте авторизуемся на сайте, как тестовый пользователь. Здесь мы ничего не видим. То есть это вот то, что приходит на email. Я думаю, что это вот с этим email не очень интересно смотрится. И какие есть нюансы? Смотрите, если мы отправляем сообщение на email, то мы не можем прикреплять файлы. Файлы не получится прикрепить. Если выбираем хранить сообщение в базе данных, делаем срок хранения, я поставил два дня, тогда файл можно будет прицепить. И теперь давайте посмотрим еще раз. Обновлю сайт. Отличия я хочу вам показать. Что вот на email не очень интересно. Вот я пробую еще раз. Пишу что-нибудь. Смотрите, появилась кнопка прикрепить файл. Давайте картиночку, вот я прикрепляю. Нажимаю отправить. Ваше сообщение отправлено. Здесь на почту все равно приходит сообщение. Новый ответ отправлен. Новое сообщение, то есть и по ссылке можно перейти к этому сообщению. Все равно на почту тоже приходит. И вот в чем бомбическое отличие. Отличие, если мы выбираем вот этот вариант настроек. Если я авторизуюсь, смотрите, у меня над аккаунтом будет светиться единичка или двоечка, троечка, в зависимости от того, сколько сообщений уже накопилось. Неотвеченных сообщений, непросмотренных сообщений. Видите? Очень круто. Я здесь уже вижу, нажимаю сообщение. То есть мне на почту приходит. И здесь светится. Вот сообщение 1. Здесь я вижу, нажимаю. Во-первых, я могу здесь отвечать. Вижу, что мне написали вот этот текст. И я вижу картинку в файл вложений. Я ему отвечаю. Тоже могу выбрать файл. Отправить сообщение. После обновления вот я написал демо. Смотрите, какой здесь еще нюанс я заметил. Видите, одна галочка вот здесь. Это говорит о том, что человек еще не увидел, не просмотрел. Я сейчас зайду, просмотрю сообщение и будут здесь две галочки. То есть это очень круто, как прям в популярных мессенджерах. Теперь давайте авторизуемся как админ. У меня тоже единичка горит. Нажимаем на единичку. Смотрим на это сообщение. От Коли. Здесь уже две галочки, видите. Я могу ему тоже что-то ответить. Система переписки вот между пользователями здесь никаких претензий нет. Я считаю, что сделано все круто. Теперь давайте займемся оформлением подвала. И первое, с чего я хочу начать, это здесь определить меню. Как правило, меню у нас отличается от верхнего меню. Давайте перейдем в внешний вид меню. Одно меню мы с вами создали ранее. Теперь мы создаем второе меню для подвала. Создать новое меню. Нажимаем на ссылку. Можно писать меню 2, можно писать футер. Как угодно, чтобы вы понимали. Заголовок только для вас. Ставим сразу птичку. Это для футера. Вот здесь внизу. И сохранить меню. Теперь у нас здесь есть выбор. Мы можем переключаться между менюшками. Если нужно здесь какие-то делать манипуляции, это главное меню. Вот это наше нижнее меню. И сюда мы набрасываем меню. Переходим в страницы. Все, что вам тут нужно. Я для примера кину сюда политику конфиденциальности. Мой аккаунт, допустим. Ну и пользователи пускай будет. Чтобы просто была наполненность. И сохранить. После этого идем на сайт. Обновляемся. Мы видим у нас меню. Здесь встал порядок. Три пункта меню, которые я здесь вывел. Давайте теперь выведем колонки. Футер с информацией. Переходим в внешний вид виджеты. Здесь у нас разные есть положения для расположения контента. Вот этот нижний сайт футер. Давайте разместим. Вот допустим. Тест. Вот так вот сюда перенесу. Здесь мы можем расположить, допустим, логотип сайта. Загружу с компьютера. Выбираем логотип. Ставить. Можно снабдить каким-то текстом. Сохранить. Пойдем на сайт. Обновим страницу. Вот у нас уже здесь дополнительная колоночка с контентом. Далее можно вернуться в меню. Давайте создадим третье меню для подвала. Создать меню. Назовем как-нибудь создать. И сюда закинем пункты категории объявлений. Но чтобы здесь их сбоку найти, вот здесь вот кликаем на стройке экрана. Сделаем возможность отображать объявления. У нас вот здесь появляется объявление. Это именно объявление. То есть это немножко не то. Нам нужны категории объявлений. Вот возьмем еще. Тут есть какие-то категории. Давайте посмотрим. Категории. Вот они. Недвижимость. И услуги. И сохранить. После этого идем возвращаемся в виджеты. Здесь я перетянул отсюда меню. Навигация. Виджет. Заголовок объявления. И вот здесь уже можно выбрать объявление. Третий пункт меню. И получается. Обновимся с вами. У нас получается вот вывод именно категорий в меню. Недвижимость. То есть вот так вот выглядит прямо категория. Продается. Думаю с футером здесь достаточно информации. В эту же просто область перетаскивайте те виджеты, которые вам нужны. Чтобы здесь можно еще одну, две колонки здесь с какими-то ссылками добавить. Или добавить еще какие-то менюшек сюда. Думаю здесь уже разберетесь. Теперь остался последний этап. Нам нужно закешировать сайт, найти правильный плагин, который может оптимизировать изображение, сжимать и объединять JavaScript, CSS и много чего еще. Я остановился на плагине Lightspeed Cache. Бесплатный плагин. И давайте на него взглянем. Он уже здесь установлен. Я лишь покажу какие опции здесь включить. На самом деле этот плагин заслуживает отдельного видео. Потому что здесь вы, обратите внимание, много настроек, дабы все переведено на русский язык. И опять же этот плагин мы можем настроить, если вы используете какие-то другие темы, плагины. Настройка здесь, конечно, индивидуальная. Поэтому это видео, именно часть видео по настройке Lightspeed, возможно, не всем подойдет. Ну, закешировать сайт нужно, оптимизировать его нужно. И давайте пробежимся по настройкам. Первое, куда вы перейдете, вот здесь в настройках Lightspeed. Это в общие. Здесь нужно первое, получить ключ домена. Сейчас я на локальном хосте нахожусь. Здесь это сделать не получится. Я покажу, как это будет изначально у вас выглядеть. То есть вы просто нажмете на кнопку в ожидании очереди. Через несколько секунд вот здесь автоматически ключ проставится. Можете просто обновить страницу и увидеть. И нажмете вот здесь сохранить. После этого вот здесь вот будет активна ссылка. То есть этот плагин, он взаимодействует с сервисом от этого плагина. Нажмете на эту ссылку. Вас перебросит вот на такой вот сервис, где бесплатно зарегистрируетесь. И потом в итоге будет вот так у вас выглядеть, как у меня. Вот мой демо-сайт. Условно бесплатный сервис. То есть какие-то процессы имеют лимиты. То есть никто с вас денег не попросит. Но какие-то, например, процессы работать не будут, когда вы исчерпаете там дневной лимит. Но в целом бесплатно использовать его можно. Как только вы здесь зарегистрируетесь, подтвердите свой адрес электронной почты с этим сервисом, перейдете на кэш, на вкладку кэш, у вас будет обязательно вот такое предупреждение красное висеть. Функции кеширования на этой странице в настоящее время недоступны. Но вы, когда авторизуетесь через этот сервис, получите ключ домена, чтобы вот это сообщение исчезло, вы перейдете SDN и переключите вот этот момент на выкол. То есть включить. И нажмете сохранить. Как только вы это сделаете, вот как сейчас на моем сайте у вас, это предупреждение, видите, здесь исчезнет. И после этого мы можем приступить к настройке плагина. Опять же, я сейчас настрою самые важные моменты. Конечно, здесь можно сидеть и настраивать его досконально, изучать каждую опцию и как-то еще лучше его оптимизировать. Но я настрою вот самое основное. То есть изначально кэш включен у нас вот здесь. Вот если у вас не включен, нажмите включить на эту кнопочку. Кешировать пользователей, вошедших в систему, то есть авторизованных. На самом деле здесь спорный вопрос, потому что вот эти все сообщения, уведомления, когда человек переписывается, внутренние переписки, как я вам показывал ранее, да, с клиентом через ваш сайт, когда будет светиться единичка, что есть новое сообщение, если мы это закешируем, возможно, это будет не так быстро работать. Не сразу человек это будет видеть. Поэтому все-таки рекомендуется вот этот кэш пользователя, вошедший в систему, не включать. Но по умолчанию он у вас и не включен, поэтому здесь надо играться и смотреть. Я его здесь не включаю. Далее мы с вами переходим на вкладку Object и кэш объекта включаем. Обратите внимание, статус у меня везде включено, включено и тест подключения пройдено. И не забываем нажимать на кнопку Сохранить изменения. Далее переходим на вкладку Браузер и кэш браузера включаем и нажимаем Сохранить. Далее мы с вами переходим в оптимизацию страниц. На первой вкладке настройки CSS минификация CSS включаем. Объединение CSS включаем. В самом низу оптимизация отображения шрифтов переключаем на Swap. То есть это позволяет Google шрифтам не тормозить сайт, не так сильно тормозить сайт. Не забываем сохраниться. Далее мы с вами переходим в настройки JS, Ява Скрипты. Минификация JS включаем. Объединение JS включаем. И загрузить отложенный JS выставляем на кнопку Отложено. И сохраняемся. Далее переходим в настройки HTML. Асинхронная загрузка шрифтов Google включаем обязательно. И нажимаем Сохранить. Далее мы с вами переходим в оптимизацию изображений. Переходим в настройки оптимизации изображений. Все оставляем как по умолчанию. Но вот замена в ВП изображении мы включаем. У вас будет выключено. Вы нажимаете Включаем. И сохраняемся. Да, и не забываем здесь еще автозапрос через крон. Тоже включаем. Сохраняемся. Через какое-то время вот на этой вкладке я тут ничего не нажимал. Эта кнопка у вас будет активна. Потом она станет неактивной. И вот здесь вот у вас будет таких два кругляша типа 0,0%. Потом оно автоматически после настройки, через какое-то время, видите, у меня зеленая галочка стоит. Все группы изображений. Все как бы сделано. Далее переходим в оптимизацию страницы вновь. Настройки медиа вкладка. Прокручиваем ниже. Отложенная загрузка iFrames. Включаем. И сохраняемся. И на этом закончена базовая настройка данного плагина под эти наборы плагина и темы. Все достаточно шостро грузится. Если вам эти результаты, ну вы будете недовольны, скоростью загрузки с сайта и так далее, то здесь можно посидеть досконально и понастраивать каждую опцию в отдельности. Какую-то включить, отключить. Но смотрите, чтобы сайт не сломался. То есть какие-то опции, возможно, могут привести там, допустим, не будет открываться лайтбокс или поплывет сверстка. И может быть все что угодно. На этом объемное видео подошло к концу. Я надеюсь, что вам оно было интересно и полезно. А тем, кто досмотрел это видео до конца, вы большой молодец, что вы высидели и прошли все это видео. Я думаю, вы получили хорошее знание после этого видео. Конечно же, за свой труд я хочу видеть ваши лайки, комментарии, вопросы. Я с вами не прощаюсь и мы скоро увидимся с вами в новых видео. Пока-пока, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok